Добрый вечер, всем спасибо, что пришли. Сразу хочу спросить, кто вообще знаком с Метеором, кто пробовал что-то писать или хотя бы ковырялся. Окей, мне будет проще. Значит, эта презентация сделана на Метеоре тоже. И можете у себя открыть там для большего вау-эффекта. Так, ну в общем, я перелистываю с айфона эту штуку. Я немножко расскажу о себе. Пропустил один слайд, извиняюсь. Сначала расскажу, о чем будет речь. Значит, Метеор, вообще он не очень еще распространен у нас в Беларуси, но очень популярен на Западе. И он уже продакшн, то есть уже есть версия 1.0. И его уже активно используют на таких более-менее серьезных проектах. И я его начал изучать в ноябре. И очень нравится эта штука. Нравится в основном тем, что очень просто начать программировать. Потому что это полноценная система, которая уже работает изначально. И нужно просто начинать писать код и все. Не нужно ничего настраивать. Но в дальнейшем, если что, можно ее подстроить под себя. То есть какие-то компоненты убрать, какие-то добавить. Идем дальше. Ну, меня зовут Алексеев Алексей. Наверное, все видели в группе. Ссылки снизу. Единственное, на что советую подписаться, это Twitter. Потому что только там я пишу по Метеору. Остальное такое свое. Так, почему предприниматель? Потому что я начал изучать Метеор именно под свой проект. То есть изначально у меня не было опыта работы девелопером в команде и так далее. То есть что-то пытался, пытался. Но вот именно с Метеором у меня пошло. То есть я начал реально писать. Почему Метеор мы посмотрим на конкретных плюсах? То есть я не буду рассказывать в общем. Мы посмотрим на каждом слайде, будет перечислен какой-то плюс. Во-первых, как я сказал, это full stack. То есть это значит, что все уже настроено, все компоненты есть. Есть база данных, есть фронт-энд, есть бэк-энд. И все уже отлично работает. И я в принципе сильно не менял систему. Мне нравится Mongo и нравится фронт-эндовых движок. То есть никаких проблем. Хотелось прикрутить еще React.js, но пока времени как бы не хватает, чтобы изучить эту новую тему. Хотя Blaze, который здесь используется, его тоже можно писать код компонентно. И все очень удобно. И рендеринг тоже происходит именно частями. Не полностью страница перерендериза, а только то, что нам нужно. В зависимости от поступаемых данных. Из базы данных. Что значит изоморфный JavaScript? Это значит, что мы пишем абсолютно всю базу на JavaScript. То есть и сервер, и фронт-энд. Не нужно изучать PHP, не нужно Python знать, Java и так далее. То есть можно быть самому себе хозяином, писать все, весь стартап писать самому. Конечно, намного интереснее работать в команде, но если у вас появилась какая-то идея, и вы не хотите никого напрягать, набросать прототип, то очень можно быстро, не знаю, за недельку сделать уже готовое приложение, которое можно показать. Идем дальше. Метеор очень хорошо подходит для создания таких приложений, как Twitter, Facebook и так далее, социальные сети, какие-нибудь интерактивные вещи, когда включаются в процесс много юзеров. И, как я уже сказал, все работает без обновления страниц. То есть не нужно ждать, пока обновится страничка, перезагрузится. То есть как только появляются какие-то новые данные из базы данных, как только что-то в базе данных обновляется, сразу это отражается у вас на сайте. Поговорим о деплойменте, то есть это загрузка нашего сайта на сервер. И что привлекло меня в Метеоре в том числе, это то, что у них есть бесплатный сервер, довольно стабильный. Но, как назло, сегодня за долгое время он меня подвел, и я был очень рассержен сегодня утром, потому что у них какой-то ментененс с MongoDB. Причем проблема эта не на всех приложениях, но я так понял, что она возникает в основном у тех, которые были задеплоены в недавнее время. И поэтому мне пришлось для воркшопа немножко переделывать workflow, и я буду все это дело писать в Nitros. Это такой облачный редактор IDE. И там в том числе можно делать просмотр и показывать его всем. То есть с этим проблем не возникнет. Как я уже сказал, очень легко задеплоить. То есть мы заходим в корень нашего проекта и пишем такую команду. Meteor Deploy и какое-нибудь название. И в итоге сайт загружается на домен с именем example.meteor.com. Это происходит в считанные минуты. Допустим, там пару минут проходит, и у вас уже сайт в интернете. Все круто и все работает. Единственное, что база MongoDB у вас будет голая, то есть данные придется заново вбивать. Но это всегда решается через fixtures. Это такая штука, когда вы просто в коде изначально вбиваете все данные базы, и потом при первой загрузке сервера эти данные из кода засовываются в базу. И вы уже можете работать с какими-то данными. Смотрю на Никиту и думаю, что он ничего не понимает. На самом деле он не понимает больше, чем я. И так же просто можно делать деплой на свой сервер. Например, я использую DigitalOcean. Очень хороший сервер. И просто вы тоже в отдельном файлике в своем проекте прописываете, какую MongoDB вы хотите использовать, разные вещи, какую версию Node.js использовать, то есть сервера и так далее. Все это прописывается в файле JSON. И когда вы запускаете эту команду, опять же из корня своего сайта, она находит ваш JSON-файл и в соответствии с этим файлом деплойит на сервер, который вам нужен. То есть все очень просто происходит за счет одной команды. И очень быстро. Идем дальше. Есть в Meteorys свой менеджер пакетов. И он, опять же, очень простой. Допустим, вам нужен CoffeeScript или вам нужен LES или роутер или какой-нибудь плагин для добавления аккаунтов. То есть можно сравнить это просто с какими-то пакетами, которые реализуют уже какой-то заложенный функционал. И вы их используете просто как модули. Поэтому создать какой-то прототип, реализовать свою идею можно очень быстро. Просто взяв вот эти модули, соединив их вместе, и все очень слаженно работает. Если же что-то идет не так, то можно всегда залезть в код этого модуля и отредактировать его под свои нужды. В том числе, если вы находите баг, то очень полезно этот баг исправить и потом отправить изменения в репозитории разработчиков этого плагина. Он всегда скажет спасибо. В том числе у меня была ситуация, когда я тоже изменил до неузнаваемости один плагин, и потом уже он стал даже более важным, чем тот, который был, потому что разработчик изначального плагина просто у него не хватало времени на это дело. И я уже начал разбираться и отвечать на вопросы пользователей и так далее. Это все происходит на GitHub, я очень советую всем. И кто еще не использовал GitHub. Это место, где можно сохранить свой код. Да, ребята. Я просто не знаю, какой уровень аудитории, поэтому лучше сказать, чем промолчать, да? Вы можете у себя увидеть, под этим кодом есть ссылка, и там можно просмотреть все плагины. Допустим, вы можете написать Bootstrap, и вам выдастся список плагинов. Ориентироваться можно по количеству звездочек у плагинов, потому что любой желающий может добавить туда плагин. И когда вы загружаете туда свой плагин, автоматически через вот эти команды он уже будет доступен к установке. Если же вы не хотите лезть в Atmosphere.js на этот сайт, вы можете просто написать MeteorSearch и какое-нибудь слово. Допустим, вы не знаете, как конкретно точно называется router. Раутер. И вы пишете EmitterSearchRouter, и вам выдается IronRouter. Все очень просто. LiveReload — это такая фича, которая появилась довольно давно, но проблема в том, что… расскажу, что это такое. То есть когда вы редактируете свой код, вам не нужно перезагружать браузер, чтобы увидеть обновление страницы. То есть все это делается за счет Meteor, он сам вам перезагружает страницы. А если вы изменяете CSS, то даже перезагрузки нет. Просто меняется CSS автоматически. И вот это очень круто. И не нужно устанавливать плагин в браузер, как это обычно необходимо в ID-ишках. И не нужно вообще связывать свою среду разработки, свой редактор с браузером каким-то образом, чтобы работала эта фича. Просто устанавливаете Meteor, и все работает. Вперед. Значит, есть уже поддержка пользователей. Буквально вы устанавливаете эти плагины, и у вас уже есть возможность дать пользователям возможность зарегистрироваться на сайте, в том числе через Facebook, GitHub и так далее. Даже есть ВКонтакте. Просто подключаете это, и уже можете каким-то образом выдирать данные из этих социальных сетей, и как-то отображать у тебя на сайте. Те же аватерки, имена и так далее. Мы сегодня в практической части тоже, в том числе, вот это прикрутим дело. Очень легко настраивается тоже. Еще одна такая, не скажу, что она очень важная особенность, но она просто убирает какое-то количество времени из вашей жизни, которое вы тратите на добавление файлов в CSS и JavaScript в свой проект. То есть вы просто пишете, добавляете файл в проекте, но вам не нужно, допустим, в хеде прописывать пути к этим файлам, потому что Meteor, он сам понимает, что у вас уже есть эти файлы в проекте, и он их подсасывает как бы и использует. В том числе, в том числе, а, это будет немножко дальше, поэтому. Простая публикация мобильных приложений, тоже вот через эти команды мы проходим, добавляем себе iOS, Android, и потом можем запустить в симуляторе, то есть мы это посмотреть у себя на компьютере, да, появляется такой симулятор изображения телефона, или же можно даже подключить свой девайс и проверить, как это работает. Все упаковывается, то есть это не просто у вас будет сайт, который открывается как приложение, это будет настоящее нормальное гибридное приложение, кто слышал, есть Cardova, PhoneGap, то есть более-менее нативно оно будет ощущаться у вас на телефоне. Нативно это значит, что оно не будет лагать сильно и так далее, как сайт. Сайты вообще лагают. Поэтому очень просто вот так вот запустил, и уже какое-то приложение есть. Конечно, лучше его еще оптимизировать под экран смартфона, но если нужно что-то делать быстро, то хватает того, чтобы просто свой сайт перекинете в формат приложения и зайдете его в веб-стор. Очень активная комьюнити, очень много вопросов на Stack Overflow. Это такой сайт популярный, где можно задать вопросы, сразу получить ответ или найти ответ, даже не задавая вопросы. И вот такие метапы, такие встречи, воркшопы, они проводятся каждый месяц в большинстве известных стран. То есть 70 стран задействовано. Это в основном Америка, Европа, конечно. Ну, конечно, еще Китай и Индия подключаются. Индия уже давно подключилась. Да, и Беларусь подключилась. Недавно, вот сегодня. Поэтому, даже если вы начинающий, то вам всегда помогут в этом комьюнити. Очень дружелюбно оно именно к новичкам. Да, это не все. Мы когда сейчас будем делать проект, разберем основные какие-то вещи. И здесь я перечислил, что у нас будет в проекте. Я думаю, у вас на ноутбуках это будет видно лучше. Мы будем делать такую игру, когда каждый из вас получает набор слов. Вы должны этот набор слов сформировать из него предложение. И в идеале нам дойти до того момента, когда будет засекаться время на исполнение, на составление предложения, и потом самый быстрый получает больше очков и так далее. И формируется какая-то таблица самых умных. Почему я выбрал такой вариант приложения? Такой ужас. Предложение, приложение. Почему я его выбрал? Потому что он может показать реально особенности метеора. Потому что если бы я делал какой-нибудь туду-лист, то это было бы скучно, во-первых, и такая избитая тема. Конечно, вы бы почерпнули много, но я хочу, чтобы у вас еще после того, как вы отсюда уйдете, было такое ощущение вау. Потому что туду-лист такое ощущение не даст. Это все по презентации. Сейчас сделаем перерыв минут 5-10 и начнем делать приложение. Вы можете с GitHub скачать репозиторий. И это как такой bootstrap для нашего сайта. То есть там уже есть HTML почти весь, и есть CSS. И мы просто уже будем добавлять функционал. Потому что если бы мы писали весь HTML вручную, это заняло бы много времени. И тем более я надеюсь, что у вас уже есть опыт с этими технологиями. В том числе и с JavaScript. Все, спасибо. Через 5 минут мы… Да, вопросы? Вот на листике, да. Если вопросы есть еще какие-нибудь по вообще о метеоре, что он может, что он не может, можете задать сейчас. Есть желание? Хорошо. Тогда 5 минут, 10 и мы продолжим. Еще хотел сказать. Поднимите руки, кто вообще установил метеор на машины свои. То есть, ну, процентов 70 установила, да? Вы, ребята, не установили там на заднем ряду? Метеор не ставили вы? Ставили? Что? Если кто-то не поставил или не хочет ставить, есть такой сайт nitrous.io. И там можно создать свой аккаунт и там писать код. То есть, туда склонировать этот репозиторий и там писать все дело. Я тоже буду его использовать, чтобы я мог показывать вам то, что происходит. И мало того, чтобы я вам показывал, чтобы вы тоже смогли участвовать в том, что происходит. Что? Установкой. Чего? Установкой. А, да-да-да. Если кому-то нужна помощь, Олег может вам помочь. И я могу тоже помочь. Продолжение следует... Продолжение следует... Я понял, что есть еще проблемы у людей, поэтому покажу вам два варианта. Значит, если вы хотите установить Meteor локально у себя на компьютере, то идем на meteor.com. Единственное, что вы должны уже иметь установленный Node.js. И если вы не хотите тратить время на это, да, если у вас не установлено Node.js, то не стоит даже браться сейчас за Meteor его устанавливать. Поэтому те, кто хотят... У кого уже установлен Node.js, просто заходим на Meteor.com, там будет кнопочка, и там будет команда, по которой можно установить. Немножко думает долго. Интернет. Вот эта команда, ее просто копируете себе в терминал, enter, и пойдет установка. После этого берем... Заходим в какую-нибудь папку через терминал, и там прописываем Meteor create, Meteor создать, какое-нибудь приложение. Какое-нибудь название. Допустим, как у нас название идет wordable, то есть как droppable words. Можете, да, зайти, кстати, на meteor.com, там будет tutorial. И здесь в том числе прописана вот эта команда, да, meteor create, какое-нибудь название. Появится такая структура, но... Зря я это говорю. Лучше возьмите и склонируйте с GitHub репозиторий. Если вы... Поднимите руки, кто вообще работал с GitHub. Окей. Ребята, вот кто не работал, вот кто за столами, поспрашивайте остальных, как склонировать репозиторий себе на компьютер. Вот. Это для тех, кто хочет локально себе установить это дело все. А кто хочет работать в облаке, заходим на сайт nitros.io. И здесь вот сверху будет такая кнопочка log in. И... Окей, я сейчас увеличу все это дело. Все, мы поехали. И расстраивайтесь все. Да, я немножко так... Так, здесь же есть view presentation тоже, да, в Atom. Тоггл fullscreen. Окей. Что мы видим в проекте Meteor? Мы видим папку, точку Meteor. И здесь у нас есть очень важный файлик, называется packages. И это то, что я раньше говорил, meteor add, какой-то пакет. И вот они здесь. Я поставил решетки напротив тех пакетов, которые мы будем активировать в дальнейшем, чтобы я не забыл, как бы, какие пакеты мы будем использовать. В самом начале у нас есть стандартный пакет Meteor Platform, который отвечает вообще за работу сайта. А в Auto Publish это значит, что все данные с сервера отдаются клиенту. То есть каждый клиент — это юзер, да. Каждый юзер сможет увидеть абсолютно все данные с базы. Это очень плохо, потому что если данные какие-то ценные, то любой сможет получить доступ, там, не знаю, кредитные карты и так далее, смотря какой сайт, конечно. Дальше. Insecure — это еще хуже, потому что каждый пользователь сможет добавить в базу все, что угодно из браузерной консоли просто. То есть вот у нас совершенно не защищен сайт. Зачем это сделано? Эти пакеты, они идут из коробки, они сразу установлены, и это сделано для быстрого прототипирования, чтобы вы быстро что-то написали. И если же убрать эти два плагина, Auto Publish и Insecure, то нужно будет написать немножко кода, чтобы все продолжало работать. То есть сейчас уже все работает, а если мы их уберем, то нужно немножко будет добавить кода. То есть буквально нужно будет опубликовать нужные данные с сервера, а с клиента их принять. То есть нам нужно описать, что получает юзер, какие данные из базы, и что мы отдаем с сервера. Поэтому если мы не отдаем какие-то ценные вещи с сервера, то юзер не может это получить, если он не подписан. Это такая система Publish-Subscribe. То есть публикации подписки. Представьте, что это какие-нибудь газеты или журналы, и вы оформили подписку на месяц на что-то. Вы выбрали конкретный журнал. То же самое и здесь. Вы публикуете конкретный журнал, и конкретный журнал подписывает пользователя на него. Все очень просто. Допустим, если у нас в базе данных есть какие-то записи, к примеру, пользователь имя, пароль, номер кредитки и другие важные данные, и мы хотим отдать ему только имя. Мы публикуем имя и подписываемся на эту публикацию. Все вот так, таким образом происходит. Таким образом мы защищаем сайт от утечки информации и так далее. Если быть совсем педантичным, то можно еще более защищать свой сайт. В том числе можно зашифровать все данные на сервере и отдавать их на клиент. При этом при отдаче идет расшифровка. То есть если даже кто-то попадет к вам на сервер, все равно он эти данные не сможет использовать в своих целях. Изначально я добавил сторонний плагин Semantic UI CSS. Это для визуализации, то есть для CSS. Мне очень нравится Semantic. Он, мне кажется, лучше выглядит, чем Bootstrap. И очень удобно писать классы, потому что они на самом деле, написание идет такое семантичное. Допустим, мы пишем button, red, big. То есть там нету btn, как в быстрапе и так далее. Все очень понятно нормальным языком. Забегу сразу вперед, расскажу, что дальше за плагинами мы будем использовать. Вот этот sortable, по-моему, русский парень написал этот плагин. И он позволяет из одного списка перетягивать элементы в другой. И сортировать элементы в этих списках. Нам это нужно будет для того, чтобы мы, получив слова, из которых мы должны будем соответствовать предложение, могли перетягивать эти слова в предложение. И в том числе в предложение менять их местами. То есть вот этот плагин нужен именно для этого функционала. Далее тут все понятно. Accounts, password — это обычная регистрация, обычный вход. Accounts, Facebook, GitHub. То есть я решил ВКонтакте не добавлять, потому что, скорее всего, у большинства есть Facebook. А кто уже программирует, то и GitHub точно есть. Далее. Accounts UI — это тоже понятно из названия. И еще и Semantic. Это значит, что мы получим окошко, которое стилизовано в стиле Semantic UI. То есть визуально оно будет выглядеть так же, как и другой, другая визуализация, которую мы будем делать. Недавно появился этот плагин в апреле. И я решил дать ему шанс. Далее идет плагин, который позволяет отображать аватры, в том числе из Facebook и так далее. Можно указывать, какого размера этот будет аватр, какой формы. И последний плагин отвечает за отражение статуса пользователя. Он находится онлайн, оффлайн. Например, даже если онлайн, но он, допустим, долго не был за компьютером, это называется, по-моему, IDLE, ну или out of keyboard, как мы раньше говорили. И тоже это как бы включается в систему. В том числе в нашей игре мы будем хотеть, чтобы участвовали только пользователи онлайн. Мы не будем хотеть видеть тех, кто как бы сейчас не за компьютером. И таким образом мы будем, когда мы будем решать задачу по составлению предложения, а это будут, допустим, кентифоризмы и так далее, которые мы все знаем. Ну, большинство. О чем я? Извините, потерял линию. Да, и мы будем хотеть, чтобы мы видели только пользователей онлайн. Будем знать, что этот вот человек прямо сейчас сидит и тоже участвует в игре. Кроме того, что плагины можно добавлять через консоль, не браузерную, а через терминал. Если было можно через консоль, то вообще был бы хаос. Через терминал можно добавлять плагины, как я раньше говорил, команда meteor, add, название плагина. Но можно так обойти, не заниматься вот этим делом и просто прописать название плагинов здесь. И при загрузке метеора он будет понимать, что новый плагин добавлен, и он должен его загрузить из интернета. То есть система такова. То есть, допустим, если я беру эту решетку, то этот плагин загрузится в проект. Решетка — это комментирование, кто не знает. Далее. Что здесь еще важно? Платформа — это, допустим, мы добавим Android, iOS, мы будем это видеть здесь. Versions. Какие версии пакетов у нас здесь находятся? В том числе здесь отражаются версии всего, что из Метеории. Не только этих пакетов, которые я вам говорил, auto-publish, допустим, а и другие более необходимые пакеты. Да, и в том числе зависимости. Допустим, если мы добавили какой-то плагин, то в этом списке его зависимости, то есть другие плагины, от которых он зависит, они не будут появляться в этом списке, они появятся только в том файле versions. Здесь мы разобрались с этой папкой. В принципе, ничего больше знать не нужно. Ну, release. Сейчас Метеор у нас единица, 1.1. То есть уже такой, можно сказать, метеор. И в том числе это доказывается тем, что Метеор получил десятое место на GitHub. То есть это уже говорит о том, что он стоит внимания. Сейчас еще догоняет React его. Там такие довольно новые технологии. Кстати, его советуют уже React.js вам посмотреть. Его в том числе можно прикрутить к Метеору, как и другие фреймворки вроде Angular и так далее. А Метеор использовать как сервер и хранилище. Что мы имеем в нашем клиенте? Изначально, если бы мы создали проект голый, а не спланировали его, мы бы имели опять же три файла с одноименным названием, как у нас, так же они бы назывались, как и наш проект. И тоже был бы один файл HTML, JS и CSS. Я не разбивал эти файлы специально, чтобы не вводить вас как бы в ступор в самом начале, потому что структура здесь, можно сказать, необычная в Метеоре, но очень логичная. Git.ignore. Понятно, какие файлы мы не отдаем. То есть желательно не отдавать как раз-таки вот эту папку Meteor. То есть не отдавать ее в репозитории в интернете на GitHub. Idea. Это связано с WebStorm. Есть такой редактор. Это как бы уже моя проблема, что я сюда его добавил. И все. Идем дальше. Что у нас есть в файлах? Это такой каркас HTML, в котором я могу даже сейчас запустить Meteor, показать вам, что вообще сейчас работает. А ничего не работает на самом деле. Запускаем Meteor мы очень просто. Заходим в папку с проектом и пишем Meteor. Можем написать Meteor Run. Ну, кому как нравится. Или, да, можно Meteor написать русскими буквами. Но ничего не будет работать. Вот он сейчас вот смотрит, какие версии пакетов ему нужны. Но это только при первой загрузке он будет так вот думать. То есть мы сейчас запускаем наш сервер. И почему-то он думает. Да, дело в том, что при первой загрузке он еще подгружает все зависимости и так далее, которые ему нужны. А уже в дальнейшем, если вы отключите сервер и будете его загружать заново, то это будет очень быстро. Там буквально секунд 10-15. Так, он пошел проверять версии. Что нужно ему, он догружает. Допустим, сейчас пакет Semantic UI. Потому что только его я добавил как внешний, то есть дополнительный. Окей, он нам говорит, что запущена MongoDB, это база данных. Запущено приложение и работает оно у нас на localhost 3000. 3000 это порт. И мы заходим у себя в браузер и пишем этот localhost. Локальный сервер. Запускаем и видим такой каркас приложения. Это окошко. Начнем сверху, да. Обычное меню. Справа у нас в дальнейшем будет выводиться кнопка войти. И при входе, если, допустим, кто-то заходит через GitHub, у нас будет появляться имя человека с GitHub и его фотка. Это функционал нашего меню. Больше ничего у него не будет. Это поле, в нем можно будет вбить приложение. И какая тут логика? Приложение будет разбиваться на слова. В дальнейшем эти слова будут перемешиваться. И отдаваться пользователю. И здесь вот в поле слова, в этом черном, будут появляться все слова, разбитые. И их мы сможем перетягивать в нижнее поле, там, где идет предложение. Понимаете, да? Окей, просто Ратмир так посмотрел, как будто… Да, и вот там, где у нас написано статус, он будет говорить нам, все ли слова перетянуты, в правильном порядке они стоят или нет. И если все классно, то будет уводиться зеленое сообщение, там, все совпадает, ты молодец. То есть, тут включается логика. Представьте, что у вас просто появляется шесть слов, и вам нужно какое-то логическое предложение из них составить. Более-менее интересно, по-моему. Это, возможно, будет скучно для тех, кто… Для нас, которые знают русский язык, но если, допустим, я сделаю это на каком-нибудь образовательном сайте, где изучают английский язык или какой-то еще другой, и забью вот эти предложения в базу, и будет, допустим, кнопочка «Взять из базы случайное предложение». И все, и человек должен будет составить. И таким образом он будет вспоминать смысл этих слов и так далее. Но это вот суть, я думаю, можно будет использовать. И в том числе, после того, как мы закончим, даже если вам не очень нравится эта идея, и вы думаете, я ее не буду нигде применять, это какой-то ужас, можно будет всегда изменить концепцию. То есть, у вас будет функционал, а вы подумаете, а вот что еще можно двигать там и так далее. Окей, у нас есть такая штука. И что нам нужно сделать в данный момент? Нам нужно сделать так, чтобы при написании какого-то предложения здесь, извините за мой английский, и как только мы нажимаем Enter, это предложение должно порубиться, перемешаться, и слова перемешанные должны появиться в верхнем черном окошке, в черном окошке. Да, ну что? Так, идем. Идем сюда и просмотрим по-быстрому, что у нас есть в HTML. Окей, это у нас идет шапка. Далее, то, что я говорил, у нас также в меню справа будет появляться аватерка, кнопка входа, имя пользователя, да. Вся структура написана на Semantic UI, какие-то классы, какие-то айдишки. Я добавлял так, рандомно, потому что, допустим, что-то мне не нравилось и так далее. И что дополнительно какие-то классы я прописывал, все это отражено в Style CSS, то есть все, что я менял, есть здесь. Остальное CSS подсасывается из Semantic UI. И подкидывается, как вам нравится. Подгружается, подгружается. Я что-то подсасывается, без разницы. Окей, вот это наше поле, где мы вбиваем предложение, да. Наш placeholder. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы Meteor мог отследить вот наше нажатие на Enter, то есть отправку формы. Это обычное событие JavaScript. JavaScript, то есть onSubmit, то есть как вот, допустим, если вы использовали jQuery или писали на чистом JavaScript, то есть submit потом какой-нибудь, допустим, button или какой-нибудь класс, то есть как только мы нажимаем на кнопку сделать то-то. И вот это вот сделать то-то, это будет функция. То есть эта функция будет брать это предложение, разбивать его, перемешивать и так далее. Как это делается в Meteor? Я сейчас позакрываю, не нужны эти файлы всякие. Как это делается в Meteor? В Meteor, кстати, это делается все очень довольно красиво. Ой, какой-то ужас не попадаю. Не пил уже. А, мышка, точно. Спасибо. Так, это мы тоже закрываем, потому что дописывать ничего не будем. Это тоже. Работаем мы только с индексом HTML. Возможно, в дальнейшем мы будем его тоже рубить на отдельные файлы, потому что такое большое полотно, пока оно еще небольшое, но оно может увеличиться. Main.js у нас, возможно, будет один. Можно будет его порубить, но это уже не особенно важно. А, смотрите, у нас сейчас обычный HTML файл. То есть у нас есть head, body, и в нем какой-то код. Но чтобы у нас было все красиво, модульно, да, чтобы у нас не было такого полотна, в Meteor есть интересная вещь, называется template. И как это работает? Допустим, мы какой-то кусочек кода, допустим, вывод кнопки или вывод нашего хедера хотим сделать в отдельном модуле, и чтобы мы этот хедер могли вызывать в любом HTML файле. Допустим, мы можем прописать один раз хедер, и это, конечно, не очень хороший вариант, но допустим, мы можем в самом начале сделать два меню. И все это мы делаем не просто каждый раз прописывая структуру меню, а просто один раз прописав ее, а потом уже по имени вот этого кода мы вставляем его в нашем шаблоне. Надеюсь, вы поняли о чем. Я сейчас покажу, вы точно поймете. Значит, template, шаблон, он прописывается таким образом, это как идет HTML тег, template, name обязательно пишется, и какое-то название. Допустим, хедер пускай будет. Закрываем. И так же закрываем наш… Олег, здесь не стоит автокомплит по метеору, походу. Я, наверное, поставлю сейчас автокомплит. Значит, допустим, в этом редакторе, в Atom, тоже есть хорошие плагины, которые позволяют быстрее писать код. Пакеты, пакеты. В настройках, по-моему, да? Preferences. Мышка, забываю про мышку. Так. И здесь, допустим, мы пишем метеор. То же самое должно быть и в WebStorm, и в Sublime Text, что-то подобное. И здесь есть, насколько помню, два хороших пакета. Ищет, ищет. Meteor Helper, Meteor API. И он будет позволять нам, ну, будет дополнять наши фразы, да? То есть нам нужно будет только нажать Tab и так далее. А Meteor Snippets еще хороший тоже. Так, остановка. Все, теперь я смогу более комфортно работать. Значит, темплейт. И что мы туда положим? Мы положим туда код нашего хедера, куда входит наше меню. У нас входит туда, наверное, placeholder. Хотя нет, placeholder мы еще отдельно тоже повесим. Хотя давайте сначала, да, полностью возьмем наше меню. Вот этот вот UI Inverted Menu. И посмотрим, где оно уже заканчивается. Копируем и вставляем вот туда, в тот шаблон, в хедер. И теперь он у нас как модуль работает. Такая ячейка, которую мы можем вставлять в этом коде. Мы его вставим туда же, откуда мы его взяли. Здесь я его не удалил. Положим его сюда. Как это делается? Есть такой язык Handlebars. Вот такие вы будете видеть усики. Ну, не знаю, кавычки фигурные. И Handlebars помогает нам динамично добавлять какие-то вещи, допустим. И добавить результат функции из нашего кода JavaScript и так далее. То есть в том же Angular есть подобные вещи, называются директивы. То есть он позволяет нам отображать какой-то динамичный код, который мы достаем из JavaScript. И в том числе позволяет нам делать манипуляции с шаблонами. То есть, допустим, мы взяли наше меню с нашим input, с нашим полем ввода. Указали мы его в темплейте внизу. И мы помним, какое у нас имя было. Какое у нас было имя? Хедер. И таким образом вот это вот, как это лучше запомнить, знак больше, стрелочка, как хотите называть. И мы пишем хедер здесь. И буквально, буквально ничего не изменилось. Но теперь вы можете спокойно взять этот темплейт и засунуть его в другой файл. Таким образом вы структурируете свой… Что смеешься? Слово засунуть? Можете взять шаблон и поместить его в другой файл. Вот, сусать. Вот, можете поместить его в другой файл. И таким образом у вас получается модульная структура приложения. Вы не держите все в одном файле. Давайте сейчас это и сделаем. Мы создадим файл в нашей папке client. Кстати, почему папка называется client? Дело в том, что в Meteor, чтобы мы делили выполнение кода на frontend и backend, то есть на то, что отдается в браузер и на то, что выполняется только на сервере, мы должны помещать этот код наш в соответствующие папки. Client – это то, что отдается в браузер наш. И Meteor – это то, что исполняется только… Ой, не Meteor, а сервер. Сервер – то, что исполняется только на сервере. Другой момент, как мы можем делить наш код на клиентский и серверный. Мы можем просто в нашем JS-коде писать такую конструкцию. If Meteor is server. Если мы находимся на сервере, обычная if-конструкция, то делать… Мы хотим исполнять какой-то код на сервере. То же самое мы можем заменить просто isClient, поставить здесь. И таким образом мы в одном JS-файле, JavaScript-файле, можем писать и клиентский код, и серверный код. И Meteor, он поймет сам, как бы, что к чему относится, какой он код должен отдавать в браузер и там исполнять, и какой код он должен исполнять на сервере. Но когда вы будете программировать, вы поймете, что вот такая структура, клиент, и сейчас сделаю еще папку сервер. Это намного удобнее. Вы знаете, что вот эти файлы работают на клиенте, какие-то на сервере. Также некоторые программисты, в том числе Олег, который здесь вот был, он, наверное, где он, Олег? Он пошел, да, он ушел. Не в нужный момент. Он, получается, делит свой сайт на какие-то компоненты, допустим, какие-то функции, скажем так, страница пользователей, то есть users, какая-то еще страница, как в нашем случае страница игры. И уже в этих папках, допустим, game, users, он создает папки client и server. То есть вы можете не обязательно так вот делить на две части, а вы можете в каждом компоненте создавать такие папки client и server. И Meteor будет находить все эти папки client. И весь код из этих папок закидывает в браузер, а какой код находится в папках server, закидывает на сервер и там исполняет. Идем дальше. Мы хотели создать отдельный файл под наш хеддер. Header. Header.html. Окей. И туда мы копируем и вставляем код нашего хеддера. Ага, не то я вставил. Вот этот код. Кому еще удобная такая фишка, можно сворачивать по тегам код. Опять мышку забыл. И копируем таким образом. Вставляем наш код. Окей. И теперь Meteor будет, видя вот этот тег, он будет искать по всему нашему проекту шаблон с именем, соответствующим тому, который находится в теге. То есть он подумает, окей, я здесь должен вставить шаблон хеддер, я должен его найти. И он видит его. То есть он находит его не по названию файла, а по имени, который здесь указан. Все очень просто. Можно так свой HTML-код рубить на куски и очень красиво все делось. То же самое мы можем сделать и с такими блоками, как наш, допустим, input. Я здесь напишу template, не обязательно это писать внизу. И не обязательно, на самом деле, переносить template и другие файлы, но, в принципе, это для этого и делается. Для того, чтобы поделить наш код каким-то образом. Да. Это значит, что это именно шаблон. То есть он не будет искать в JavaScript и так далее. Потому что таким образом, если не поставим мы птичку, он будет думать, что это helper. Helper – это такая вещь, которая возвращает результат функции в JavaScript. Я потом покажу это. Но сейчас он будет понимать, что это шаблон именно HTML, который нужно найти. Нижний не удалился? Ну, ладно, сейчас удалю. По-моему, я убрал его. А, да, не убрал. Спасибо. Ничего страшного, на самом деле. Два разных. Ну, они два одинаковых, в смысле, два разных. А, мы можем два раза сделать так вот, хлоп-хлоп. А, ты имеешь в виду, когда мы прописываем template и name, да? Такого нельзя делать. То есть, допустим, бывает такое, что вы создаете какой-то шаблон, и такой же шаблон есть в плагине. И тогда у вас в консоли выйдет ошибка. У тебя есть такой же шаблон, чувак. То есть, поменяй название. Так, что-то я здесь накосячил, да? А, это уже хотел писать новый template. Template name input, допустим. И мы возьмем даже, просто обвяжем вот эту вот конструкцию в него. И здесь мы уже ее вставим. Можно вот так вот очень мелко рубить там шаблоны. Я сейчас, наверное, мельчу. Значит, отрубили еще одну часть от нашего основного шаблона. Все это посохраняли дело. То есть, у нас уже какая-то конструкция, да? Если мы, допустим, хотим отредактировать helper, мы пошли, отредактировали, да? Нам не нужно лезть в полотно наше длинное, в наш индекс HTML, да, и его искать, где же он находится у меня. А мы заходим, допустим, в наш индекс, и мы, допустим, знаем, что у нас хедер идет перед импутом, а мы можем поменять вот так вот, хлоп. То есть, очень удобно. Таким же образом, то есть, идем дальше мы по нашему шаблону. Последний шаблон, он у нас такой самодостаточный. Последний кусок. Это и есть то окошко, где мы будем производить все действия. Но мы можем тоже его добавить в отдельный шаблон, и я советую это делать, потому что основной файл, там, допустим, main.html, как вы его назовете, неважно, желательно, чтобы он имел максимально простую структуру. Здесь мы сделаем просто... Да, я скажу вам так, что у нас будет шаблон, как я его назвал раньше? Неважно. Допустим, как назвать вот это вот собрание всех окон? Мы будем выводить всех пользователей, и как это... Как-то очень хорошо я так называл. Playground. Playground. И мы завернем в Playground наш... нашу эту конструкцию. По-моему, можно установить тот плагин, что я сделал. Нет, не работает. Ну, хотя бы можно делать так. Вот так, да, красиво. То, что появляется ID, хотя должно появляться имя, но это не очень важно. Я просто написал template, нажал tab, и у меня развернулась такая вещь. Так, что-то я делаю. Угу. Какой-то ужас. Короче, я сдался, ребят. Я сдался. Это такой, знаешь, позвор для программиста, когда он не может нормально скопировать. Но я не программист, я могу оправдаться, да. Так, окей. И этот шаблон мы назовем Playground тоже. И заберем его. Тут у нас лишний div, получается. Ага, да-да-да. Просто я его с заряда байл, поэтому я не мог нормально скопировать, на самом деле. Все, теперь все красиво. Мы оставляем здесь наш Playground, то есть нашу, как референс к нашему шаблону. И добавляем его сюда. файл Playground HTML. Окей, теперь у нас все красиво. У нас есть индекс HTML. Так, не сохранил ни то, ни то. И визуально у нас как бы ничего не меняется, на самом деле. Можно, кстати… А, нет, не можно. Так. Индекс HTML. То есть у нас сейчас такая структура, да, обычный HTML файл, и вот это у нас как бы ссылки на наши шаблоны. У нас всего три шаблона. И теперь мы еще немножко порежем наш Playground, потому что он у нас включает все блоки, то есть блоки пользователей. Давайте сейчас создадим наши коллекции в базе данных. Дело в том, что много… в MongoDB в базе данных данные делятся на коллекции. Допустим, коллекция у нас будет слова. Далее еще одна коллекция будет называться Inbox, куда мы будем погружать эти слова, вставлять слова. То есть у нас из одной коллекции данных данные будут уходить в другую коллекцию. И потом уже эти слова, которые мы погрузили в нашу вторую коллекцию, которая называется Inbox, ну да, как входящие, мы будем уже эти слова, их порядок сравнивать с нашим предложением. А уже предложение будет сохраниться в коллекции Sentences, предложение. То есть у нас всего будет три базы. Одна начальная, вторая промежуточная, куда мы будем скидывать слова, и конечная, где у нас сохранится предложение. И мы будем брать предложение, над которым мы сейчас работаем, из базы предложения Я, Sentences, и сравнивать с тем, что у нас сейчас лежит в Inbox, в активных словах. Понятно. У нас есть активное предложение, есть активные слова, есть активный ящик, куда мы все скидываем. И вот слова, которые мы скидываем в активный ящик, мы потом сравниваем с тем активным предложением, над которым мы работаем. So-so, да? Да, три коллекции. То есть у нас одна база данных в MongoDB, и в ней есть три коллекции. Данные в коллекциях хранятся в формате JSON. То есть это, можно сказать, просто JavaScript объекты, если таким простым языком. Поэтому очень просто работать с этой базой, потому что можно прописать, допустим, JavaScript какой-то объект и просто сделать insert в базу. То есть, допустим, переменная равно объект, и этот объект мы засовываем в базу, и все красиво. И потом можем доставать его из базы. Это мне в том числе очень нравится в документарных базах данных. То есть есть релизационные, есть документарные, есть и у того, и того подхода плюсы и минусы. Сейчас появляются еще графовые базы, но это уже другая тема. Ну, этот концепт мне очень нравится. То есть никаких проблем. Да нормально. Так, значит, мы создаем сейчас наши базы данных, наши коллекции, но они должны быть доступны и на сервере, и на клиенте. Поэтому мы не будем их класть в наши папки client и server. Мы создадим просто в корне file-collections.js. И здесь мы пропишем наши базы. Первая у нас база будет words-слова. Не обязательно писать название баз с большой буквы, но у меня был такой момент один, когда я использовал плагин, и там почему-то разработчик, наверное, он считал, что нужно писать только с большой буквы, и он еще проверял, написано с большой буквы или нет. И вы будете очень часто видеть в коде метеора, если указывается база, то чаще всего она пишется с большой буквы. Можно использовать camel case, если у вас название в два слова. То есть это вообще не важно. Не важно, как вы пишете, но так вот принято писать с большой буквы. Желательно в одно слово. Words. И мы пишем mongo. Collections. А, new, извиняюсь. Или collection. Или collection. У меня есть код, да, но я не хочу смотреть на него. Так, окей, идем дальше. А? Да без s, да, я просто что-то с семантикой этой. Inbox равно тоже new. Ну, это глобальные переменные, потому что они должны быть доступны везде. Почему-то нету тут автокомплита. Таким образом, эти глобальные переменные, они будут у нас доступны в коде. Мы можем с ними работать, допустим, words insert, words delete и так далее. Remove, точнее. А здесь мы прописываем название, как у нас будет коллекция храниться в monge, как она будет называться в monge. Радмир сидит такой, думает, куда я попал, я это уже все знаю, да? Окей. Так. Inbox. Создаем коллекцию. И последняя коллекция. Sentences. Где мы будем... Sentences. Где мы будем хранить наши предложения в целом виде, да? Если здесь мы будем в Inbox и в Words хранить одни и те же типы данных, то есть слова, здесь в Words это то, что мы получаем из предложений. Inbox это то, как мы... Туда мы кладем слова для проверки в дальнейшем, для сравнения с предложением. И сейчас я покажу вам одну очень классную вещь, о которой я не говорил во время презентации. Заинтриговал, да? Телек знаешь. Так. Сохраняем файл. И теперь мы можем... У нас работает сервер, да? Да. Вон, видите, показывает, что сервер restarted. И теперь мы можем залезть в нашу браузерную консоль. Что-что? А, посмотрите, какой-то элемент. Окей, я вижу. Заходим в нашу браузерную консоль. Я ее перетяну сюда, с твоего позволения. И здесь мы уже можем добавить в нашу базу слова, допустим. Words. Всем видно? Увеличить, да? Маловато. То есть буквально по-английски язык, да, слова вставить. Здесь у нас объект. Как я говорил о JSON формате, ну или объект JavaScript, как кому нравится. Здесь мы пишем name, допустим. Имя слова. И, не знаю, мы. У тебя так переключается? У тебя русский есть? В общем. А control пробел. Точно. Ну, допустим, что-то такое. И что мы видим, вот это вот красное некрасивое, это ID нашего слова. То есть его номер как бы в базе. И мы потом вот по этому номеру можем его найти. То есть при добавлении слова, если мы сделаем вот так. То есть при добавлении чего-то в базу, если мы сделаем что-то к мышке, от мышки вообще отвык, забываю. Так. Если мы напишем таким образом, мы добавили его, и что у нас сейчас в Word сохранено? Боже мой. Наш ID-шник. То есть при добавлении мы можем сохранить ID-шник и потом как-то из этой переменной к ней опять обратиться. Мы знаем, что там содержится ID недавно добавленного itemа как-то по-русски. Ну, да, вещи, база. Таким образом, мы сейчас можем добавлять и слова, и в inbox можем добавлять и предложения. Но сейчас у каждого из вас есть на это права. Я могу даже задеплоить сейчас на сервер Метеора, который уже работает, к счастью. И вы сможете все это уже делать, но все равно вы ничего не увидите, да. Слова не отображаются пока что. Вот. Но мы их сейчас отобразим. Я к чему это? Это опять же наш работает insecure пакет. Мы можем добавлять все что угодно. Это плохо. Мы не будем убирать его. Я буду надеяться на вашу добросовестность, что вы ничего не сломаете, когда я загружу сайт на сервер. Вот. Так. Идем дальше. Конечно, это все круто, когда мы добавляем слова таким образом, но нам это не нужно. Мы же не будем добавлять просто слова, да. И даже если мы через консоль добавим предложение, ну, это муторно, да. И не будет пользователь заходить в консоль и добавлять. Поэтому нам нужно использовать наш input, наше поле ввода. подменю. И сейчас мы займемся его обработкой. Так. Мышка. Заходим в наш main.js, который еще никакой. Так, подождите. Playground мы будем еще рубить дальше или нет. Давайте пока его не будем рубить. Будем работать с нашим шаблоном Playground. в метеоре мы обращаемся к шаблону таким образом. Темплейт. Темплейт. Точка. Название шаблона. Я объясню вам, зачем мы это делаем. И здесь мы напишем такое слово helpers. А нет, у нас будут events. Потому что мы отслеживаем события. Event. Event. То есть, что это значит? Мы сейчас как бы говорим самому себе. Я рассматриваю вот этот шаблон Playground. И мне важно, что в нем будет происходить. Хотя я сейчас запустил ошибку, потому что мы должны рассматривать шаблон input. Наше поле ввода. То есть, мы будем следить за ним. И почему мы пишем event? Событие. Событие какое может быть? Клик. Отправка формы и так далее. Events. Да. Здесь я пишу input. Надеюсь, конфликтов никаких не будет. Потому что слово такое. Events. И здесь мы открываем такие скобки. Точка с запятой. И внутрь мы вкладываем наш объект, в котором будут содержаться все события. Объект это такая, думайте, что это такая обвертка, там, коллекция, список чего-то. Да. То есть, в этом случае это список. Так, общий объект может быть не списком. Но в данном случае это у нас список событий. И какое у нас будет событие? У нас будет submit. Сейчас я напишу, да, а потом объясню, почему так происходит. Почему такой синтаксис. То есть, это буквально у нас, если кто знаком с объектами, надеюсь, все знакомы. Это у нас key. То есть, ключ. Он у нас будет называться submit. И что мы submitим? Да, нашу форму. В нашей форме, формы, по-моему, есть ID-шник. Ну, или name. У нас есть... Что у нас есть? Класс, да? Класс new sentences. Мы можем взять просто вот эту вот часть. Это мог быть еще ID, неважно. Мы берем какую-то что-то, за что мы можем зацепиться. Мы могли бы взять, в принципе, просто форм, мне кажется, как тег. Потому что здесь больше нет другой формы какой-то, поэтому конфликта у нас бы не было. Но мы сделаем все, как правильно делать. И мы вставим сюда наш класс. Но так как это класс, нам нужно показать в JavaScript, что это класс. Потом мы ставим двоеточие. То есть, мы написали свой key, свой ключ. То есть, отправка формы. Отправка формы с таким классом. Я, может, очень подробно объясняю, я просто не знаю, как вообще. Может, мне как-то более быстрее или темп. Нормально? Ну, просто я думаю, я считаю, что здесь как бы есть люди, которые не сильно, допустим, разбираются в программировании. Поэтому я, в принципе, и писал у себя в группе, что как бы поймет каждый. Но я знаю, что здесь есть люди, которые наоборот засыпают, допустим, да? Есть такие? Ну, честно. Ну, вас немного, извините, ребята, вы в меньшинстве. Так что я спокоен. Так. Скоро будет перерыв. Будем общаться. Так. Кстати, если у вас возникают какие-то вопросы, и вы хотите их задать, но не хотите меня перебивать, или еще что-нибудь, можете спросить у Олега, которого тут нет. Вот так, такая ситуация. Олег есть здесь, нет? Или ушел опять? Вот когда Олег нужен, он куда-то уходит, да? По делу. Спрашивайте, у меня еще запомнил. Окей. Так. И мы отправляем нашу форму. И что должно произойти? Должна запуститься функция. Надеюсь, что у Олега есть такая штука. Нет такой штуки. Когда нажимаешь на тап, и... Хотя бы такая есть у него? Да что за ерунда такая? Нужно поставить какой-то автокомплит обычный. Ну ладно, неважно. Буду все вручную писать. Function. Ну значит, эти скобки все знают. Сюда вставляются какие-то атрибуты, которые мы можем загонять в функцию. И в этих скобочках у нас происходит именно описание функции. Так. И что мы должны взять? Что мы должны взять из нашей формы? Мы должны взять значение, которое будет отправлено. И допустим, мы назовем это переменную текст равно. И как оно берется? Сейчас я вспомню. Target. А, извиняюсь, извиняюсь. Вот сейчас я вспомнил. Мы сюда отправляем event наш. Потом понимаем, что было у нас реально сделано. Это та же эта будет форма. Мы можем посмотреть в консоли результат. Посмотреть, что у нас в этом таргете лежит, допустим. Я часто так делаю, допустим, когда хочу посмотреть какие-то свойства, которые я новые, допустим, не знаю, что-то, да, и какие-то использовать. Так. Так, ради интереса. Извини. А, еще хочу сказать, да, некоторые пишут return false, допустим. Можно писать prevent default, но если мы пишем return false, он как бы включает из себя и stop propagation тоже. Ну, знаешь эту штуку, да? Ага, I get you. Окей. Значит, мы берем наш ивент. Что это значит, этот prevent default? Привет, default. Привет. Привет, default. Нормально. Привет. Так, что значит, что у нас не будет обычного сабмита формы? То есть на обычных сайтах, когда мы отправляем форму, происходит отправка и перезагрузка страницы. Что? А, извиняюсь. Да, вы поправляете. Меня можно поправлять, я не обижусь. Значит, у нас не будет перезагрузки страницы, то есть форма не будет работать так, как она обычно работает. Потому что мы просто берем значение этого текста и загоняем по-своему в нашу базу, на метеор. То есть мы не хотим, чтобы наша страница перезагрузилась, как обычно это бывает с отправкой формы. Так, мы посмотрим, что у нас вернулось в консоль. Допустим, какое-то слово, ну или пару слов. Не хочу. Привет, мир. Окей, нам возвращается форма, как я и говорил. То есть target — это наша форма. И мы здесь на самом деле хотим обратиться к нашему input. А у нашего input есть имя, текст. Поэтому мы таким образом как бы говорим, окей, был какой-то event, он был сделан где-то в форме. И откуда я хочу достать этот текст? Из input. То есть я вот так вот спускаюсь, да, форма, и потом я уже иду в input. Таким образом, но я обращаюсь к input через name, поэтому я тут написал name, да, потому что очень просто так обращаться. И мы пишем именно точка текст. Ой, извиняюсь, тут это переключение. Control-пробел. Точка текст. Value. Все, мы взяли его. Он пойман. И буквально это наше предложение. И мы теперь хотим его разбить на слова. А затем перемешать. И вот эти вот перемешанные слова мы закинем в нашу коллекцию words. В том числе мы закинем наше полное предложение в коллекцию sentences. Мы можем прямо сейчас это сделать. Sentences, которые мы добавляли в наших коллекциях, да. То есть теперь мы можем с ним работать спокойно. Это глобал переменная, глобальная. То есть это значит, что мы можем из любого файла ее вызвать. К ней обратиться, точнее. Вызов функции тут. И мы здесь используем команду mongodb insert. Кстати, хотел вам сказать одну вещь. Почему мы можем из консоли добавлять данные в нашу базу? Все очень просто. Дело в том, что Meteor добавляет такую штуку, которая называется mini-mongo. То есть это в буквальном смысле небольшая копия нашей базы. Эта копия, она знает, какие коллекции у нас в базе, знает, какие данные лежат в этих коллекциях. Но она знает не обо всех данных. Она знает только о тех, которые нам отданы. Отданы в браузер. Поэтому мы можем обращаться, да. Но если бы я убрал плагин автопаблиш, где он у нас, packages, если бы я убрал его, то мне бы выдавала ошибку. Мол, парень, ты не можешь, ты не можешь видеть слова. Ты не можешь видеть слова. Вот. А если бы я убрал insecure, я бы не мог делать вот эти вещи, как words insert, потому что у меня нет прав. Я вот какой-то пользователь с улицы. Ну, я не должен иметь права добавлять, да. Особенно какие-то там важные данные, которые могут добавляться только админам. Должны добавляться только админам. И сейчас я пока не буду убирать его, но вы знаете, что вот эта свобода, которая у нас сейчас есть, ее всегда можно обрубить, да. Так. Мы хотели добавить предложение. Вы извините, что я перескакиваю, но я думаю, что это важно знать. То есть сейчас мы как раз-таки добавляем в нашу базу предложение, но мы добавляем ее с клиента. И если мы уберем тот плагин, то этот код не будет работать. Но пока я не буду на этом заморачиваться, вот, мы все еще будем добавлять, работать с этим. А потом, если мы дойдем до того момента, когда мы уже сделаем какой-то функционал более-менее вменяемый, я надеюсь, мы дойдем до этого момента сегодня. Ну, я считаю, я считаю, что хоть я это медленно рассказываю, да, может, мы не дойдем даже до середины того, что я сегодня хотел показать, но это важно, чтобы у вас не было каких-то пробелов. Я вот пытаюсь очень подробно вам объяснять. И я уверен, что у вас, возможно, даже какие-то вопросы останутся, и на перерыве обязательно ко мне подойдите. Даже если вы думаете, что они глупые, обязательно у меня спросите. Или у Олега. Так, Олег мне там все время напоминал, что... Давай, может, я вот сейчас закончу на какой-то точке хорошей, красивой. А, вот. Сейчас мы добавим, получается, это предложение в базу, и все это делается таким образом. Какие поля мы хотим, чтобы были в нашей коллекции предложений? Хотим ли мы только текст? То есть, опять же, как и в Word, я добавляю поле name. То есть я привык, если это текст какой-то основной, там, заголовок и так далее, я называю это name. Извиняюсь за это безобразие. Вот так мы делаем. И таким образом, если мы выполним этот код, то предложение, вот этот вот текст, он действительно добавится в базу. Но мы можем добавить сюда не только, допустим, текст, но еще, допустим, ID пользователя, то есть его как бы номер, который по базе больше нигде вы не найдете. То есть каждый объект в базе, каждый пользователь, он индивидуален. Он личность. И поэтому мы можем сейчас добавить сюда ID, то есть номер того человека, который добавил это предложение, чтобы если он добавил какое-то плохое предложение, чтобы мы могли его найти и отругать. так. Хорошая новость. Говорить? Нам привезли пиццу. И она остывает. Поэтому мне надо сейчас закончить и уйти на переговор. И давайте добавим все-таки пользователя сюда, да? Created by. То есть сделано кем-то. И это у нас очень просто делается. Meteor user. То есть мы уже обращаемся к API нашего Meteora. То есть это набор каких-то функций, которые уже есть в Meteora. Мы обращаемся и берем оттуда нашего пользователя. User ID. Все. Мы теперь, когда сохраняем, эта ID будет сохранена в базу. Отлично. Давайте проверим это дело. И пойдем на перерыв. Конечно, мы очень много сделали сегодня. Так. Потом можно записать мне какой-нибудь скринкаст еще, не знаю, в какое время будет. Ну, чтобы не было все так мало. А, точно, что-то. Мы сохранили, да, наш сервер перезагрузился. Refreshing. Все. Код модифицирован. То есть каждый раз, когда мы модифицируем, изменяем код, нажимаем сохранить файл. У нас сервер перезагружается. И поэтому мы сейчас уже можем использовать весь этот функционал. То есть ничего не нужно делать вручную. Мы что-то прописали, и все хорошо. И теперь мы берем предложение. И сейчас будет момент истины. Давай, детка, переключи на русский язык. Привет. Мир. Type error. Undefined is not function. Какая-то функция мне не нравится. А, митер. А? Возможно. Да. По-моему, он со скобками. Попробуй так. Давайте так попробуем. Как-то очень, очень крупно. Я знаю. Ничего вообще не происходит. А, он добавился в базу. Я просто еще не убрал текст. Мы можем сделать вот такую красивую штуку. Сейчас еще. Текст. А, вот такую штуку. Оно равно э. Э. Еще раз э. То есть мы, опять же, берем наше значение input'а и приравниваем его к пустоте. Вы видите, как бы оно стало таким автоматическим, магия. То есть оно добавилось и убирается. Но где оно на самом деле? Оно у нас в sentences. И как мы обращаемся, выдергиваем все наши предложения. Никто не знает. Я знаю. Но может кто-то еще знает. В разуме знает. И ты знаешь. Мы обращаемся к нашей базе, к MongoDB. Мы говорим ей, найди. А что найди? Найди мне все. Все найди мне. И если сейчас нажму enter, то он найдет, но он некрасиво отобразит. Потому что он нам отдаст только курсор. То есть, так сказать, источник. Реактивный источник. Он даст нам реактивный источник, который мы можем использовать в дальнейшем. Очень красиво. Я вам покажу как. Но сейчас мы хотим... То есть если я сейчас нажму enter, то вот такая вот штука. Мы можем тут полазить, конечно, по нему. Это называется курсор. То есть референс как-то по-русски. Как ссылка к этому запросу. Да, и потом мы можем как бы этот запрос, он как бы следит за новыми данными. Если эти данные новые приходят, он отображает их красиво у нас. То есть реактивность, понимаете? Если мы сейчас, если мы отдадим не курсор, а мы отдадим просто вот такую вещь, find fetch, это значит, сделай мне нормальный вид, вот отдай мне просто предложение. И хлоп, у нас три объекта. Как раз три предложения вроде бы я не считал, мы добавили. Если мы сейчас посмотрим в них, то увидим наш name и id, который уникален для каждого предложения. Здесь какое-то еще дальше какие-то вещи страшные идут, но покопаетесь, если интересно. То есть это прототип объекта как бы просто. Ну, в смысле, основная базовая функция объекта. Окей. То же самое можем здесь лазить. И что-то еще хотел показать. Да. А? Что еще раз? Крениц варьки. Кем создал так? А, видите, видите как, а? Какая кака. Ну, я же говорю, он должен быть с этим. А почему он не работает-то? Meteor is already, все правильно пишу. Ребята, вы гении. Окей. Давайте, ну, все равно хочется что-то добавить еще. Давайте просто какое-нибудь слово добавим. FDF. Ну, это такое поле будет. Такие элементарные вещи, а я сейчас вообще чувствую себя каким-то неполноценным. Привет. Ой. Control S. Добавили. Кстати, хороший вопрос. Глазастая одна нашлась, да? Я тут мучился, этот изрази добавлял. Никто не сказал. А, наверное, не хотели меня обидеть, да? Мое самолюбие, которого, в принципе, нету в этом плане. Так, окей, мы добавили его. Окей. Он есть. Он есть. Таким образом, мы сейчас разобрали самую банальную вещь. Как из формы добавлять данные в базу и как их доставать из базы. В дальнейшем мы сможем уже из нашего JavaScript кода обращаться к базе. И вот эти вот данные, которые мы добавили, то есть смотреть их не через консоль, а брать их через JavaScript код и вставлять в наш HTML. Все просто. Сейчас выступят два человека. Мы еще, ну, большинство из вас с Метеор еще так хорошо и еще не знаем. Но вы посмотрите, что на нем можно сделать. То есть один из проектов, наверное, даже оба уже более-менее достойные. Можно что-то показать. Потом тебе, да? Первым выступит Олег, да? Да, конечно. Олег приехал из Борисова. Очень классная там школа программистов. Да, в будущем. Мы с ним часто общаемся по скайпу, там, если у него и какая-то проблема в метеории, у меня какая-то, то есть мы там новостями обмениваемся. Это очень клево, когда у вас есть знакомые, украинцы, с которыми можно вот так вот пообщаться. У тебя привет, чувак. Такой же гик, знаете. И сейчас Олег покажет свой проект. Я так понимаю, ты сначала скажешь про структуру, да? Окей. Так, слышно, все. Спасибо всем. Я впервые с этой штукой. Немножко подними. Ну, поверни. Ну, а куда? Куда поверни? Не, имею в виду, что поверни к себе. Вот так. Вот так, здесь. Хорошо. Чехол. Оп, все отлично. Так вот. Да, еще раз здравствуйте. Меня зовут Олег. И я из Борисова. Во-первых, да, хочу поблагодарить Лешу за его помощь и поддержку, потому что, когда я начинал разработку именно с Метеором, он меня, конечно, вдохновил. И знаете, когда есть человек, который, ну, всегда тебе может помочь, это очень, ну, как бы помогает, да? Значит, наш проект называется «Про Библию». Что? Да? Вот. Вот, да. В общем, если в нескольких, ну, в двух словах, да, то это сайт, так, с помощью которого люди, точнее, ну, да, мы предоставляем как бы людям, да, взглянуть на Библию совсем под другим углом, да. Мы показываем, что Библия, ну, не такая скучная, да, что она на самом деле интересная, ну, и логотип такой, конечно, пока примитивный, ну, он говорит об этом, вот. Значит, с чего я начал, да? Ну, у нас прежде стояли задачи, ну, как вообще все началось. У меня есть, значит, пастор, который, у которого есть такая идея интересная, преподавать Библию с помощью загадок, да? То есть мы собираемся, он загадывает загадки в определенной главе Библии, да, и мы ищем, да, ответ. И потом к нему подходим и говорим этот ответ, да, и он там правильно, неправильно, да? И мы подумали, почему бы просто эту систему, ну, перенести в интернет, что-то фонит, мне кажется. Значит, и, нет, все же фонит, что-то фонит. Сейчас вот так, вот, может, так будет лучше. Значит, и, в общем, вот что у нас получилось, да? Прежде, ну, конечно, метеор, вот с чем я столкнулся, с какими трудностями, да? Это со структурой, то есть какую организовать структуру или архитектуру проекта. Так, метеор, он конкретно не говорит, вот, делай так, файловую структуру и все. Ну, он предлагает две схемы. Это вот первая схема, вот, ну, Леша по такой похожей схеме сейчас разрабатывает, да? И вторую схему, это когда внутри папок, ну, я сейчас вам, в принципе, покажу. Я вот эту вторую схему и выбрал, да? Когда у меня каждый блок по отдельности в папке лежит. Ну, это, может быть, навеяно BAM, кто слышал? Я уже говорил про твою структуру, но покажи, будет, думаю, интересно. Да, сейчас, ну, вот это первое, что мы набросали, такую вот, ну, схемку, да, приложение. И в результате она переросла вот в такую, ну, то, что сейчас есть. Вот, да? Да, ну, конечно, она будет дальше расти. И, ну, прежде, да, я начал с проектирования. Ну, так как думал, что если кто-то будет присоединяться, да и мне, чтобы в голове как-то все это держать, то так, конечно, проще. Посмотрел на схему, где что находится. Ну, она такая, конечно, не детальная, это еще схема, но, в общем, что-то есть, да? Да, и когда вот я сделал эту схему первую, да, то, ну, попробовал ее положить на метеор. Но в результате у меня не вышло, и поэтому вот получилась такая схема. Ну, такая, да? Значит, по коду, да, что? Или, может, давайте я вам сначала функционал покажу, так будет интереснее, да? Что вообще он умеет, этот про Библию? Так. Значит, вот мы это, вот, выложим сайт, и, ну, вообще-то, ну, ладно, на тестовый, да, meteor.com. Здесь, значит, что мы, когда мы заходим… Извини, перебью тебя, это вот то, что я вам говорил вам, когда вы пишете Meteor Deploy, допустим, тут в этом случае про Библию, то ваш сайт загружается вот на такого варианта домен. Да. Значит, сейчас версия 0.4.1, как тут видно. Здесь есть вход, ну, лучшие исследователи. Значит, каждый может зарегистрироваться. Так. Ну, или войти. Так. Так, я, позволь, я буду комментировать, тут есть некоторые функции, да, но с технической стороны. Давай, давай. Вот та форма регистрации и входа, она идет из коробки. То есть это то, о чем я вам говорил. В том числе можно прикрутить ВКонтакте и так далее. И поэтому очень можно быстро сделать систему юзеров. Да, здесь мы попадаем, ну, когда при регистрации или в ходе, значит, мы попадаем в исследовательскую. Здесь имеются все эпизоды. Ну, это так, ну, истории, да, библейские. И, опять же, лучшие исследователи, так. Мы, тех людей, которые вот отгадывают эти загадки, мы их называем исследователи. Вот. И, значит, здесь показывается по эпизоду, да, сколько загадок в каждом эпизоде, прогресс прохождения, то есть, ну, каждый вот отгадывает и добавляются вот эти загадки. Значит, он может зайти в эпизод. Здесь представлены все загадки этого эпизода. И человек, вот исследователь, он отгадывает их последовательно. Так, потом, допустим, вот у меня доступна одна, ну, их загадка. И здесь что я делал? Значит, здесь подгружается текст с другого сервиса. Это, ну, не наш текст, то есть, мы его не храним у себя, а мы подгружаем там, ну, есть там опишка Библии. И мы подгружаем этот текст. И здесь, ну, человек может, значит, прочитать, выбрать стихи, вот тут показано, сколько стихов надо выбрать, всего один, потом ввести слова, ну, какие там надо, да, ну, прежде, конечно, прочитать вопрос, в чем суть, так, и отправить, так. Потом, ну, запрос идет на сервер, там проверяется, соответственно, и ему уже обратно приходят, или он прав, или он не прав. Если он прав, там начисляется ему мудрость. Извини, перебью тебя тоже. Та фишка, то, что со временем, да, она показывала, сколько секунд потратил человек. Да. Она тоже делается через плагин, а вот эта визуализация есть в Semantic UI. Так, значит, да, если, смотрите, он, попробую, вот, из какого дерева был сделан ковчег, вот я вожу гофер, и здесь, по-моему, сейчас, 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 так, вот, из дерева гофер, да, я выбрал, значит, этот стих, если, допустим, выберу два стиха, и вот, ну, то, конечно, будет ответ, соответственно, неправильно, я говорю, возвращаю загадки, а есть ли один, который нужен, так, вот, и тадам, все правильно, да. И только ноль мудрости, потому что, да, потому что этот человек уже, ну, это я, точнее, отгадывал эту загадку, соответственно, уже, ну, надо не начислять ему мудрость, вот, и он может перейти к следующей загадке, вот так последовательно, ну, человек проходит загадки. Загадки, эпизоды, ну, вот такая вот у нас система. Есть еще плюс, значит, разработали мы режим пастора, да, у нашего пастора, который вот этим всем управляет, добавляет эпизоды и загадки, у него есть такой режим, вот, он включается здесь, прям, вот, и у него, значит, добавляется новый функционал, новый функционал, значит, он может добавить эпизод какой-нибудь, так, ну, давайте мы, не знаю, Авраам там напишем, так, так, оп, 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 почему-то он не создается. А-а-а. В такие моменты жалеешь, что не пишешь тесты, да? Это похоже, наверное, опять что-то, а-а, подождите, подождите, это у нас, мы сделаем не так. Где-то наш. Сейчас, минутку. То есть пастор должен зайти в терминал. Да, это же я делаю, что там у меня, ага, подождите минуточку, так, и, так, метеор, так, чик, сейчас мы все же покажем вам, о, а что он пишет тут? А-а, так, мы тогда остановим пока. А-а-а, так, чик. Вот что это такое? А может, а у тебя микрофон тоже, да, включен? А-а-а, ну почему-то, когда я отключаю. А-а-а, молодцы. Так, сейчас подгрузится. Я там просто хочу вам показать одну такую вещь, над которой работал пару дней. Потратил я на проект, значит, месяц и чистых около 100 часов. Вот за 100 часов вот это вот произошло. А вот скажи, ты до этого кодил на других каких-то вещах? А-а-а, да, я, значит, до этого работал с ModX, кто знает такую CMF. И PHP, да? И, ну, PHP, ну, как бы все такое. Если сравнить со скоростью разработки, вот метеорум, насколько быстрее? Вот, ну, ну, вот 100 часов, пожалуйста, за 100 часов, конечно, не знаю, кто, ну, не работая так, там, с JavaScriptом, это мое вообще первое такое приложение, где есть там авторизация, регистрация, вот такая, ну, такой интерактив, какой-то. Да, плюс, ну, вообще-то, ну, практически, ну, для меня нетривиальная, да, то я считаю, ну, очень удобно и быстро, поэтому мы его, ну, скорее выбрали. Плюс еще, ну, тут все real-time, да. Так, все же я вам добавлю то, что планировал. Единственное, у тебя нету интерактивности между пользователями. Добавляем вот загадку, и здесь вот есть такое умное поле, над которым я и работал вот около двух дней, и, ну, оно автоматически разбирает, там, книги, вот, то есть, ну, и добавляет, это вот область поиска, потом я просто вот эти главы подгружаю уже, да, ну, он в массив делает, вот, оно автоматическое, то есть с автокомплитом. Так, что там у нас, что мы там, бытие, нет, давай, так вот, первое, допустим, вторая глава, вот видите, сразу автоматом добавляется, и, допустим, хочу третью главу, хочу четвертую главу, и в ней там пятый стих. Вот он автоматом сразу все сюда добавляет, ну, и вопросик какой-нибудь там, а вы, а вы, а вы, проверим. Чик. А, там, ну ладно. Еще здесь есть три варианта ответа. Есть вот, значит, где слова нужно вводить, есть где числа, если я сюда, допустим, вбиваю только число, тогда будет, ну, введите число, ну, для удобства, да, и если, допустим, еще ложные ответы через запятую, да, то он автоматом… А, не работает, кстати, тут почему-то. Где-то я, наверное, тут еще… Ну, ладно, да, это, наверное, я пропустил, надо записать себе. Хорошо. Так, значит, по структуре. Ну, вот такой функционал в целом, и по файловой, давайте по файлам посмотрим. Так, Леша, вот. Только, Олег, по файлам по-быстрому пробегись, потому что… Да, время. О, отлично. Не, не то, не то, что время, а потому что ты, как бы, сейчас людей будешь загружать. Так, ну, это быстро. Да, просто расскажи вам структуру свою, да, логику. У меня получилось… Где там картинка моя? Вот. Мне… Смотрите, как я сделал. Значит, вот у меня есть блоки, да, основные, то есть, ну, или я их еще называю экранные. Вот, допустим, экранные блоки, вот, допустим, исследовательская, да, и в нем есть маршрутизация. То есть, у меня экранные блоки там, где есть маршрутизация. Вот эпизод, загадка, далее, потом вот этот вот, добавить, обновить эпизод, добавить, обновить загадку. И вот синенькими стрелочками толстыми, да, значит, показаны вот эти переходы, да, с одного экрана на другой. Ну, это так, вкратце, да. И, значит, и по каждому вот блоку у меня, значит, что я создаю, там, шаблоны. Вот, допустим, мы исследовательские, да, рассматриваем, шаблоны, маршрутизацию создаю, коллекцию, там, публикацию. И я также делаю и в файлах, да. У меня вот, допустим, что я там говорил? Про какое я говорил? Про исследовательскую, да, вот, ресерчер. Я захожу в этот блок и у меня здесь все есть, да. Вот клиенты, мои темплейты, все. А это здесь я подгружаю, значит, дополнительные блоки. Они показаны… Хочу отметить, что это вот плюс слова. Это то же самое, что я показывал вам через handlebars эти вот кавычки, потому что это jade. Да, если вы знаете… Это язык разметки jade. Он классный, но так как вы… Просто тоже такая… Не обязательно, не важно, как вы ее назовете, можете босс назвать. Просто это такая, как конвен… Давайте, да, я вам лучше вот блок-загадку, да, покажу. Вот, значит, у меня блок-загадка. Мне, знаете, чем удобно вот по блокам делить все? Потому что я загрузил себе в мозг блок один, да, и я над ним работаю. Я открыл как бы здесь папку, да, все файлы тут закрыл, которые мне не нужно. И все, я работаю над этим блоком, я вижу, да. Потому что структура будет расти, архитектура будет становиться сложнее, и, соответственно, разработка будет сложнее. Поэтому я выбрал вот такой способ, такую архитектуру. И у меня, конечно, ну где-то будет повторяющийся код, но как бы это вот такой минус, да, вот этой архитектуры. Но зато мне проще разрабатывать, да. Так, ну что вам еще показать? Значит, ну вот этот роутер. А ну, ты на роутере, ты будешь рассказывать, да? Или… Да, там, допустим, где у меня общие, ну, как бы для всех блоков, там, или больше, чем для двух, я кидаю в папку common, да. То есть это общие какие-то, какая-то конфигурация, там, хелперы общие для всех шаблонов. Допустим, вот здесь тоже идет head, потом вот loading, какие-то… а, тут для автоформы, так. Что еще тут у нас? Вот права. Ну, вам все понятно, конечно. Я поняла, да. Вы уже не первый день… Да, ну, как бы… Так, что тут еще у меня? А, ну все, и так. А вот давайте покажу вам, какие я использовал пакеты, да. Ну, вот этот jade… Вы кто-нибудь слышал о jade? Поднимите руку, кто на нем… Ну, просто, когда я впервые его попробовал, я вообще думаю, ну, зачем, как бы, html, это очень упрощает… Ну, не надо эти закрывающие… Ну, открывающие, закрывающие, думать о нем. Просто идентации, да, табами мы… Сейчас где-то вам показать-то хоть… Command, нет, нет, что-то побольше. А, значит, riddle answer, вот здесь у меня, по-моему, будет. Ну, вот, да. А, только еще подсветки нету. То есть вот этот jade. Ну, чем он… То есть мы пишем, как в CSS, то есть или как в Emity, да, кто знает, но… Ну, то есть сразу напрямую. И он потом это парсит все в обычный html. Ну, тут нету просто подсветки, надо было поставить. Так, значит, jade. Потом вот этот роутер. Ну, роутер – это маршрутизация. То есть с одного экрана там на другой. Это ссылки, допустим, обработка ссылок. Аккаунт, пасворд. Ну, это вот эта регистрация с возможностью именно пароля. Так. Потом iron роутер прогресс. Это вот эта вот загрузка сверху, которая вы видели, если… Это вот этот пакет отвечает. Mongol – это прекрасный пакет, который дает возможность нам смотреть, ну, для разработки, что… какие к нам… на какие мы коллекции подписались, да, публикации, да, и какие коллекции у нас на клиенте. То есть здесь все видно, то есть, ну, и классно контролить. Не надо там нам лазить там в консоль, да, мы все сразу видим, что к нам пришло на клиент, да. Вот. И, значит, еще плюс там Jet Setter, это Jet Setter, он эти дела, сессии. Так. Http, он мне понадобился для того, чтобы через Ajax, да, с сервиса брать, ну, это текст Библии. Ну, и показывать его, да. Вот Jet Setter, стайлус, понятно, да. Реактив метод. А, вот тут тоже такие были моменты, что этот реактив метод, пакет этот, да, там получается так, когда… Ну, вот, короче, это дело с асинхронностью, если кто, ну, разрабатывает на JavaScript, понимает, я думаю. И получается, там можно создавать методы на сервере, да, потому что у меня проверка загадки, то есть идет не на клиенте, а на сервере, чтобы, ну, данных на клиенте нет об ответе, чтобы пользователь не мог посмотреть, да, какой ответ, ну, если он там более-менее разбирается. Поэтому, соответственно, я проверяю на этом, на сервере, да, ну, какие-то вещи. И, как бы, если, ну, не используете реактив метод, тогда, как бы, идет проверка, но… Только, наверное, сейчас не помню, конечно, где это я делал. То, получается, как бы, да, ну, ничего не происходит. И нужно использовать этот реактив метод. Ну, так, просто. Moment, ну, это по… библиотека для дат. Так, Modernizer. Это я чуть не помню. Так, fast… А, тоже еще тема такая, fast click. Когда мы еще поддерживаем мобильные приложения, ну, мобильники, да, все, мобильные устройства, соответственно, и там вот была… Почему-то именно на iOS устройствах с тачем, да, не выбирался стих. Вот. То есть на Android все было нормально, там, на компьютерах все нормально. И в чем дело? И просто ставим пакет fast click, и все сразу, ну, работает. То есть я вообще ничего не прописал, ни одной строчки кода. И он сразу, ну, начал нормально вот эти клики обрабатывать события. Ну, это… Были с Android… Это была там, потому что это я сморозил, потому что, ну, button, короче, не прописал. Это моя там была проблема. Это… Так, семантик… А, и все здесь, значит, интерфейс, да, внешне все на семантике. Как бы все… все блоки семантика. Так. А, ну, обычно по звездам или по скачиваниям. По звездам гадаешь. То есть чем больше скачивания… Да, да. Ну, как бы, да, обычно, да. То есть или смотришь, потом там они… Как правило, все пакеты, они на гите, да, на гитхабе. И заходишь туда, смотришь, можно код посмотреть, да. Посмотреть там issues, да. Ну, какие-то вопросы, ну, насколько он обновляется. Ну, то есть тут уже выбор такой. Значит, loadage, это тоже типа underscore, так. Ну, вот simple schema collection – это автоформ. Это все, что с формами связано. Наверное, самые крутые плагины. Вот simple schema collection… Simple schema… Вот сейчас покажу, чем она классно. В коллекции, да, вот я создаю simple схему, я описываю свой документ, да. Какие у меня поля там. И какие… Классно так запятые переносишь. Типа, да. Вот. Что-то у тебя запятые поехали или ты… А, нет, так это специально так. Это у меня такой стиль. Да вы что, вы не слышали о нем? Я… Просто мне понравился, мне кажется, так удобней. Ты видел где-то или сам придумал? Нет, я видел, это не я придумал. Потому что человека поехало, все тоже. Классно смотрится. Ты в начале поставил запятую и все. И меньше ошибок. Ну, к этому надо привыкнуть. В общем. Это… Ну, такой стайл. Не знаю. Значит… Сейчас, дальше. Это я необычный. Автоформ. Значит… Таймстэмбл. А, вот это таймстэмбл. Это collection таймстэмбл. А, это крутая тема, короче. Это… Он автоматом при… Когда ресурс… Ну, когда коллекции добавляется какой-то элемент, документ, то он автоматом туда пишет поля… Да. Ну, или это апдейт, если… Там получается дата добавления автоматически добавляется. Да, вообще классно. А также кто добавил и кто обновил. Роли, в общем, я еще не использовал. Ну, так. Security. Ну, это… Офигенный плагин. А, и вот автокомплит. Это когда вы видели, я… Когда добавлял загадку… Так. Вот. При добавлении загадки… Вот это автокомплит. Вот. Но там тоже пришлось его немножко подправить, потому что он только для латиницы. Вот. И, ну, надо было регулярку добавить, чтобы и кириллица еще поддерживалась. Вот. Ну, там мелочи. И collection course. Так. Это все. Короче… Извини, перебью тебя. Короче, волей-неволей ты помогаешь комьюнити. Что-то у тебя не работает, ломается. Ты починил, загрузил обновленную версию, там, не знаю, сделал pull request. И все. И ты себя чувствуешь классно. Ты, типа, помог сообществу. И ты дальше продолжаешь свой проект делать. Ну, изменять. Да, еще вот… Это круто. Думаю, это везде так. Вот сложности, да, в чем были? Вот еще были сложности с коллекциями понять, то есть, что у тебя приходит на клиент, а что не приходит. То есть, что остается на сервере. И вот это… В голове как бы сложно было вот это понять, да. Потом… И с Blazom. Получается, тоже, когда идут вложенные… Там такой интересный момент. Сейчас я вот вам на примере покажу. Значит, мой common interface, client, template. И здесь вот есть… Где вот режим пастера включается. Сейчас. Сейчас я тут вам… Вот. Пастер чекбокс. Но раньше… Ничего не посвечено, а режим должен быть посвечен. В общем, вот эта строчка, да. Но здесь как бы раньше не было шаблона, да. А был именно код вот этот вот. Вот он, да. Пастер чекбокс. И получается так, когда… Ну, там с событиями было. Был такой момент с событиями. То есть страница загружается, да. А я прописал event. Ну, там не event, а onrender. Вот, да. Вот. Что когда… То есть вот этот шаблон загрузился. Ну, и здесь у меня есть такая возможность в метеоре. То есть что-то сделать, когда шаблон, ну, отрендерился, да. И, соответственно, я ему вешаю… Точнее, инициализирую вот этот чекбокс семантика, да. И если он, допустим, уже в пастер мод, он уже включил пастер мод, то, соответственно, этот чекбокс будет включен, да. Если он выключен… Ну, если пастер мод не активен, соответственно, он отключен, да. Я это проверяю. И у меня это, ну, как бы не работало, когда это было все вот здесь вот. То есть без шаблона. Где этот пастер мод? Вот, да. А, нет, это не этот. По-моему, выше, выше, выше. А, вот, да. То есть когда это, ну, не было ни в шаблоне. И почему так происходило, я не мог понять. И я там ставил типа тайм-аут, что вот там через 200 миллисекунд ты включи, да. И было сложно с этим. Пока я не понял, что… Вот здесь стоит if, да, researcher, пастер. То есть он проверяет, если это пастер, так, то, значит, этот чекбокс включен. Ну, то есть этот чекбокс только у пастера, да. Но когда… То есть этот он рендер, да, он срабатывал сразу, когда загрузился общий шаблон. А этого еще не было. Я тупил, в общем. Думаю, в чем дело, почему он не отрабатывает. И когда я уже поместил шаблон, да, здесь, то тогда он начал все классно работать. И была еще одна проблема такая, которая вообще для меня это… Было… Ну, это тоже такой может… Когда, допустим, люди… Число уж надо ввести… Так… В общем… Ладно. Тут, ну, там появляется следующая, да, ссылка на следующую загадку. И у меня, бывало, она срабатывала, ну, то есть переходила, а бывало не переходила. И там тоже… Ну, это из-за событий. Вот это пузыри, кто может знает, там всплывающие… Как это называется? Баббл… Баббл… Ну, вы знаете. Наверное. Если вы… Пропагация, короче. Разрабатывали, да. Вот. Ну, в целом все, в принципе. Вот такие были проблемы, и вот я их так решил. Все, мое время закончилось. Спасибо большое. Пожалуйста. Чик. Так, сейчас Расмир расскажет про его проект. Социальный, такой полезный для общества. Красивый. Ну, я коротенько хочу все-таки увагу от основной темы не уплатить. Проект Расм – это таки, текавый социальный проект. Он давно-давно у нас успел. Спасибо, что решили решить решить диагноз Алексея Демлеку. Вы решили на текатоне вот за как два реки проходят все-таки взяться за эту реализацию. Вначале я родил на Метеор, потому что некогда человек сказали про то, что… Ну, ГТРН просто, ГТРН звучит, ГТРН худка. Вот. Скорее, в почете программироваться, разумели, что… Ну, это Сопронет так. Хотя, бывали накладки, бывали, безразумево, некие моменты. Али, в принципе, отчевания… Просто такие вот внутренние отчевания, отбраться с Метеором, застались время клёвым. То есть, это реально приемно на них писать. И навык мне, я, ну, больше ВКНщик, ПКП, я в основном працавал зим. И только там обошли несколько год я в Яроспекте разбираюсь. И то, ну, на взрывне, там, нечто дописать, не алик, алик, алик и так далее. И не глядящая нагрета Метеор, вернее, просто, вернее, зручно мне стало корыстаться. И почали мы працан над проектом. Проект, да? Так вот. Судность проекта разом тем, как дать махчимость людям, делиться один с одним некими речами, какие у них есть, какие им зараз могут быть не треба. Лежать, ну, на приклад пусть мы ввели, просто, как для приклада. Ну, что, может быть, у нас находится такого, что мы корыстаемся час от часу, алик нам яны необходные. Ну, как тот же самый намет, сходить в поход пару раз на год и так далее. А людям это может быть необходно, и мы можем поделиться за ними, дать им покорастаться некими своими речами. И они могут дать нам покорастаться некими своими. И то и самое с допомогой, с послугами некими. Нехто, умея программовать там на Метеория, например, а нехто, умея добро забивать свеки. Розная допомога, часом, бывает, не обходная. И для того, как это люди могли находить один одного, мы придумали проект разом. Почали реализовывать. И зараз, как раз до 15-го травня, мы плануем такую бета-версию заробить. На Метеоре доробить тут мокчимость и створать суполки, как люди, например, суполка Метеор.js. Так, как живый приклад. То есть люди, которые уже познайомились, и которые больше-меньше ведают один одного, могли допомогать один одному и делиться некими речами, которые просто с незнаемым человеком, пока что складано, поделиться. Например, та же самая машина. Незнаемый человеку не дашь, а сябру, который уже давно ведаешь, и сябру посуполцей, это значительно простей. Мы додали по культу функционал выводу гетых речев, прогляду там описания основные. И функционал, как мокчимость было додавать гетые речи. Все это робилось практически целиком с коробки с Метеора. Вельми зручно. Вельми зручное подключение всех гетых плагинов. Ну, минимальный Facebook, Google, VK. Зараз просто конфиг слетел. В принципе, достаточно просто крыху ввести минимальный конфиг и отразу же працует логин про соцсетки. Гетые формы так само с допомогой конструктора форм створаются, то есть без особливых выселков. То есть просто прописывается, какие поли, которые нам требуют, и мы отразу додаем… О, про Библию. Мы можем поделиться про Библию с каким-то, может быть, кому-то это будет не обходно. То есть мы додаем некие речи, какие нам требуют, прописываем формы, и отразу при сабмите, и они у нас додаются в нашу базу и заявляются… Так, зараз про Библию. Где-то у нас… Контр-пробел… Ой, лишнее, что здесь про Библию. О, описание. Напишем, что… Не той смайлик. О, категория… Где-то складанное будет питание… Спорт и отдых. Спорт и отдых. Что дано? Залог на Библию нам не треба. Личное присутствие пастора обовязкового. Вот так. Местознаходжение… И… 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 С… Сабмит. И вось… То есть наше про Библию уже тут. Отразу… Гэта обновляется во всех людей, кто очинил сайт. Отразу Гэта информация изъявляется. То есть браузер подтягивает, отремливается смены сервера. Вось той же самой реактивной нашей JS. И… Забирая Гэта информацию и отремливается в онлайне, мы отремливаем новые позиции, какие у нас творились. Вось. Зараз будя исти праздно над тем, как додать функционал, больше подробязные профили. Там вельми шмат задумок. Все ж таки Гэта справа. Кто знаемый, например… Ну, с разными системами. Кочсорфинг, например. Для кого знаемое слово? О. Ну, да с такого шмат людей. То есть Гэта система гостинности, когда человек может приехать в иншу Украину и знайсти себе место, где переночить и человека, який провел бы экскурсию по их местинам и так далее. Вось подобных системах и разум темлику вельми великую роль играет довер. Вось. Гэтому человеку можно доверить машину. Я ему целиком доверяю. Все. Я готов взять на Гэта отказность. Ну и иншие справы. Вось. Кому текаво будя попрацовать над Гэтым проектом. Там в Суполце на Фейсбуке есть с посылки на Яго. Вось. Зараз будем активно Яго распрацовывать. Вось. В ближайший месяц. Вось. Вось потом тестировать. Допрацовывать Яше. Будем, я думаю, что достатково плотно працовать с Метеором. И будем как раз працовать с теми речами, які в принципе достатково необходны зараз любым проекте. Например, та же самая большая интеграция с социальными сетками. Як меньше ты к нам треба связать все профили. Тому что, ну, например, на той же самой Талаке, где мы выставляемся зараз, як краудфандинг вось очинили, у них есть регистрация просто соцсетки, але яше не дороблена регистрация связывания аккаунтов. И отремливается человек заходить просто в Фейсбук, у него новый аккаунт. Заходить просто в Вконтакте — новый аккаунт. Региструется просто — новый аккаунт. Зразумело, что эти аккаунты треба вылучать и связывать. Ну, и далее, зразумело, что это отремление список сябров и список суполок, в який человек выходит. И далее прац за имя пошук Яго сябров на этом сайте. Пропановый некий, долучиться до некой суполки и так далее. То есть, в принципе, это базовый функционал, який спотребится практично у любым не только социальным, а зараз и коммерциальных проектах так само. Вот, это прац с профилями, это, зразумело, что вся система переписка внутренняя и так далее. И тому, кому текаво, долучайтесь, подхоть, знайте, разом, досков в Гугле забить, разом лепш, разом сообщества взаимопомощи, проект Завеца. Добрый, дякую. Спасибо, Артмир. То есть, во-первых, полезный проект, во-вторых, вот у вас есть реальная возможность сломать сайт спокойно, и вам ничто не сделают за это, и узнать много новых вещей, и просто реальная возможность как площадка для старта вашей разработки. Советую попробовать. Материал дизайн – классная вещь, но именно с ним у нас были проблемы. Именно вот с формой мы очень как-то много времени на хактоне на это убили, это очень выматывало. Если бы мы сейчас взяли тот же семантик или bootstrap, было бы все намного быстрее. Вот это как такое оправдание, почему я тупил. Спасибо еще раз, Артмир. Будем делать небольшой перерыв или продолжим со мной? Окей. Что времени мало? Сколько у нас еще? Мало. Так. Могу, могу, да, могу. Так, по-быстрому показать, что у меня есть. Совсем быстро, так буквально 10 минут. Почему я вообще начал этим заниматься? Потому что у меня есть как бы свое дело. Оно называется… Оно называется… Раз все начали пиариться, то я пиариться тоже. Пока я его разрабатываю. Давай, детка. Хочу сказать, что вот этот бесплатный сервер, он хороший, но иногда появляются такие вещи, типа сайт грузится. То есть если на него, допустим, не заходили долгое время. Поэтому для продакшена его можно использовать, но вот такие вот моменты… Я не знаю, пользователь, допустим, будет обновлять страницу или нет. Он увидит, что сайт грузится. Ну окей, я пойду типа погуляю, да, потом придумаю, что он догрузится. Что еще касается проблем, которые могут возникнуть, вот эта вот загрузка, да. В течение этой загрузки грузились все данные, которые есть на сайте. То есть… А их тут, ну, довольно много, в принципе, да. То есть, допустим, если мы возьмем статьи, вот такие вещи, тут есть комментарии, то есть такой простой базовый функционал. Есть менюшка, есть регистрация, вход. В дальнейшем будет каталог университетов. Вообще эта штука для поступающих в чешские грузы, да. Этот проект не сказал об этом. Далее тут будет интерактивный чешский. В том числе я сюда привяжу вот эту нашу тему с формировкой предложений. События всякие. Ну, в общем, такой информационный портал. Форма обратной связи. Все очень просто пока. Ну и также есть уже регистрация. И есть пользователи. Очень много. Вот это я в самом конце. Так. А, еще что здесь интересное есть, это поиск по сайту. То есть, хотя бы что-то такое более-менее толковое, что я на нем сделал. Это поиск. Он ищет по статьям, по комментариям и так далее. И, допустим, да, если мы ввели какое-то слово, допустим, такое страшное слово. Нострификация. Это подтверждение диплома. Так. И он выдирает даже то, что как бы написано в тексте и подсвечивает это. Только почему-то по нострификации. А, дело в том, что он ищет по всему тексту. Поэтому, так как здесь нету слова нострификация, но он есть в самом тексте, поэтому этот вариант тоже отдается. То есть, он, в принципе, можно задавать по каким полям из каких коллекций идет поиск. Так. Это мы посмотрели. Есть еще одна вещь. Тоже начинаем делать. dxp, по-моему, buy. Не помню, какой вход. Да. Значит, это такая как CRM для турагентств и туроператоров. Здесь у нас сделан поиск. Также есть добавление туров уже сейчас. То есть, можно посмотреть все туры. Зайти в отдельный тур, посмотреть даты заездов, добавление брони здесь есть. Тоже убиваются данные, выбирается место, отправить. И потом уже в резервациях мы получаем какие-то резервации. Так как я сейчас ничего не отправил, их нету. Отправленные. То есть, какие-то резервации, допустим, тот уже отправлял. То есть, тут все очень сильно завязано на формах, на таблицах. То есть, это какой-то довольно серьезный проект. То, что уже разработано, поиск хорошо работает. И вот этот функционал, он еще будет разрабатываться. Кстати, что касается этого проекта, тоже могу как бы предложить попробоваться, в том числе за деньги. То есть, он довольно такой глобальный, сложный и полезный, и перспективный в том числе, кстати. Так, это то, что я делал. Больше, наверное, так толково ничего не покажу. Хотя, да, не покажу, наверное. Окей, идем дальше. Конечно, вот у Олега пока по сравнению с тем, что я показал, наверное. Ну, Tarvel тоже так, в принципе, можно так сравнить по сложности. Но тут, во всяком случае, все очень классно выглядит. И реально функционал такой достойный, мне кажется. Да, он, пастор зашел, да. Так, окей. У нас запущен проект, я надеюсь. А, это ты свой запускал, да? Где? А. Метеор. Сейчас он должен загрузиться быстрее, чем в прошлый раз. Да. Я попробую немножко ускорить ритм, потому что времени у нас мало, и некоторые люди жаловались, что они сидели и болтали еще, успевали. Я не против этого, но... Файл open. Что, что? Думаешь? А, окей. Так, окей, мы выдрали значение, засунули его в базу, и значение задали пустое. Теперь нам нужно порезать это предложение. То есть мы опять же берем наш текст. Текст, боже. Текст. Слайс, по-моему, да? И мы его просто режем, там не вставляя никакие пробелы. Мы выдираем пробелы. Так, окей. Мы взяли эти слова, и теперь мы можем их вбить базу. Ага, но. Я буду использовать underscore. Кто знаком с underscore? Да, я люблю underscore, потому что я не люблю писать много кода, а я ленивый. Вот. Его можно сравнить с jQuery, ну вот, по удобству, да? Потому что много всяких функций интересных, в том числе each. Там, допустим, взять значение конкретных кеев у списка объектов и так далее. Ну, в общем. Точно, извиняюсь. Слайс – это… Спасибо. Each. А? Ну, слайс – это когда ты вырезаешь конкретное количество, да. Так, each получается words. И мы, получается, делаем итерацию через эти слова, и мы берем в атрибут отдельное слово. Word. И это у нас функция, мы, значит, ее выполняем. И так как у нас каждый раз в каждой итерации есть конкретное одно слово, то мы просто берем его и вставляем. Word. Insert. Insert. Да, руки не работают. Тоже опять name мы запомнили, да, что у нас name есть. И значение word. То есть так как мы берем, получается, words – это у нас массив. То есть мы режем наше предложение и получаем массив слов. И теперь мы говорим каждое из слов, мы добавляем в функцию и потом добавляем в нашу коллекцию. Причем здесь я ошибся, нужно было поставить просто word, потому что мы берем значение из атрибута, которое мы сюда добавили, да. И в слове у нас что там было еще? Ничего у нас не было. Так, окей. И теперь мы, получается, разбили наше предложение, добавили эти слова в базу. Но нам нужно еще сделать такую вещь в этом предложении, допустим, да, так как мы его добавили, оно должно быть active, потому что мы над ним будем работать. То есть его мы будем разгадывать, в принципе. Потому что если мы будем добавлять просто предложение, и нам, в общем, поверьте мне, каждый раз нужно и в words сделать active, и предложение, потому что нам нужно обозначать, обозначивать, над чем мы работаем. То есть те, которые над чем мы не работаем, они будут уже active false, да. Так нам будет проще просто брать их из базы и сравнивать. Поэтому мы здесь делаем word и еще добавляем active true. Просто boolean. А здесь тогда в предложениях мы тоже сделаем такую вещь. True. Мы вставили наши слова, теперь они, их мы можем теперь вывести в нашем шаблоне. Теперь мы переходим, получается, уже к хелперам. Как я уже говорил, это такие наши как помощники, вот как и говорится хелпер. Они помогают нам взять результат функции, допустим, нам возвращается какое-то число из функций, и отобразить его в нашем темплейте, в нашем html. Все очень просто. Опять же, опять же мы обращаемся, следим за нашим, то есть как сказать… А, секунда. Нет, теперь мы не следим, теперь мы говорим ему, где мы будем его отображать, в каком шаблоне. И мы должны его отобразить, я думаю, в нашем плейграунде. У нас пока нету пользователей, поэтому мы сейчас работаем как бы только над одним окном. И мы, можно сказать, делаем однопользовательскую игру сейчас. То есть мы сами себе давали предложение, сами его разгадали, хотя перед этим знали, что за оно. Но я делаю вот этот input именно для того, чтобы вы видели, как мы можем добавлять вот саму процедуру. Потому что систему такую, когда вам бы выдавалось какое-нибудь случайное предложение, ее тоже можно сделать. Но сейчас это не цель. Мы делаем это приложение не для того, чтобы поиграть и получить как бы какое-то удовольствие, хотя это такая образовательная игра, она не в каждом в кайф будет, да. А именно для того, чтобы понять суть, как мы можем добавлять, как можем брать. И сейчас мы будем выводить просто наши слова списком в нашем плейграунде. Для этого мы должны создать хелпер. Template. Playground. Таким образом, если мы добавим хелпер в плейграунде, то мы сможем его отобразить. Этот результат хелпера только в шаблоне Playground. Нигде больше. Если мы попробуем его в нашем темплейте, допустим, input подобразить, то просто выдаст ошибку. Helpers. И таким же макаром, как мы работали с ивентами, тоже мы открываем скобки и тоже через запятую прописываем поля нашего объекта. И кеем будет просто название хелпера. Можно прописывать в кавычках, можно без, потому что это англоязычное слово, да. И оно состоит… как бы хелпер чаще всего состоит из одного слова. Или даже если из нескольких мы используем наш CamelCase. И, допустим, у нас здесь будет что? Просто words. И далее мы, как и в наших ивентах, прописываем такую вещь. Функция. Мы ничего сюда не отдаем сейчас. И помните, мы в консоли искали наше предложение. То же самое мы сейчас будем искать слова. А? Ой, функ… Ага, сори. Ну да, это я потом бы все находил через ошибки. Окей, words function. И здесь мы ищем наши слова, да. И сейчас вы увидите, зачем мы делали active. Ой, я уже, да, пора на покой отдыхать. Так, words find. Просто words find. Но здесь мы опишем, что мы хотим получить только те слова, которые active true. Это как запрос monge, стандартный запрос monge. То есть если мы хотим получить все, мы можем или ничего не вставить здесь, или поставить вот такую вещь. Сложно. Так, мы их нашли, и теперь мы можем их вернуть. Почему я здесь не пишу fetch, как в прошлый раз? Это потому что я вам говорил, что такая конструкция, она вернет именно курсор к базе. Она не будет возвращать массив. То есть это как референс к нашей базе. Ссылка. И если что-то меняется, если что-то, как эта коллекция меняется, то наш список, он автоматически обновится. То есть нам не нужно ждать, не нужно перезагружать страницу и так далее. Сейчас мы это проверим. Так. Words. И мы бежим, идем в наш playground. И допустим, пока мы его отобразим… А вот здесь вот место для слов как раз. И так как у меня здесь вылез списка слов, это мы все еще оставим закомментированное. Так. Это тоже. Нам пока не нужен этот div. Так как у нас список слов, то мы опять же делаем итерацию. Мы обращаемся к нашему handlebars. Кстати, в Meteor используется улучшенная версия handlebars. Называется spacebars. То есть они там добавили какие-то свои штучки. Each. И здесь пишем, что мы итерируем. Наши words. Вот здесь мы и берем наш helper. Подкидываем, да. Мы здесь описали наш helper. Он нам возвращает все активные слова. И в playground мы через итерацию выводим наши слова. И в чем фишка? Если мы закроем его, закрывается таким образом. И здесь мы можем вставить просто name. Почему name? Потому что каждый раз при каждой итерации мы получаем один объект. Одно слово. И мы помним, что при добавлении слова мы добавляли name в word. И мы хотим в этом списке вывести только название слов. Поэтому здесь мы указываем name. То есть если у нас изначально был массив слов, то при каждой итерации мы уже получаем контекст слова. Поэтому мы не пишем вот таким образом. Это не знаю, word name допустим, да. А мы уже имея каждый раз объект нового слова просто обращаемся к key. Окей. Мы это сделали. У нас пока нет слов. Мы сейчас будем проверять. Да, это дело все. Ой. Как тебе переключаться? Что-то alttap у меня твой не… А, вот ты, наверное, перенес браузер в другое окно. Понятно. Да. Так. Unexpected token. Main 17 страница. Ой, строка. Что-то я тут не закрыл. Че-че? А, main.js. А, main.js. Sorry. Так. Что-то я тут не закрыл. Что-то я тут не закрыл. Да, это же объект. Но в таком случае, когда у нас ошибка, нужно перезагрузить, конечно. И теперь мы должны, по идее, добавить предложение. Оно должно у нас разбиться и добавится в список, да. Привет. Мир. И так далее. Ничего не произошло. А? Что, main.js? Так, посмотрим хотя бы оно добавилось или нет. Да, добавилось. Значит, проблема, то есть… Да, я return, наверное, там не вписал. Точно. Спасибо. И смотрите, он автоматически их добавил. Аааа. То есть я не обновлял страницу. Просто так как я сохранил файл, перезагрузился сервер и, следовательно, обновился клиент. И так как у меня здесь стоит хелпер, который постоянно слушает базу, он узнал, вот, в базе есть слова и поэтому давайте я их выведу. То есть он как бы сам это все делает. Не нужно там какие-то дополнительные манипуляции. И сейчас я не могу переносить эти слова, к сожалению. Но есть такая штука, называется Sortable. И он позволяет делать нам следующие конструкции. Так, нужен мне браузер еще один, наверное, ладно. Кстати, в этом Sortable я нашел баг. Я не знаю, там, починили его или нет. Здесь у нас отдельная папка под Meteor. И в описании не совсем понятно, как использовать. Да, вот у нас есть Sortable. Да, ты можешь подключить items, ты можешь указать, из какой коллекции ты будешь брать. То есть буквально эта конструкция, она активирует эту вот сортировку, да, перетаскивание. SortField — это по какому полю будет работать сортировка. То есть каждый раз, когда мы переносим объект вверх или вниз в списке, меняется его индекс. В данном случае это просто 0, 1, 2, 3, как в массиве, да. И таким образом, когда мы прописываем такой SortFieldOrder, мы как бы говорим, что пускай это будет KeyOrder. KeyOrder, да. То есть каждый раз будет в этот Key в объекте, в слове, допустим. Сейчас покажу. Вот здесь, когда мы сохраняли, да, будет еще добавляться Order. Order. Мое R вообще не в тему, да. Order. И он будет ставиться, допустим, единица. Но мы не будем вручную это делать. Не будем даже в коде это прописывать. Все делается за счет того плагина. То есть он упрощает нам жизнь. Но не совсем понятно. Вот, да, мы прописали айтемы и что у нас должен список вывестись. Как мы можем воздействовать на презентацию этого списка, да, как на его отображение. И потом я подумал, надо зайти в пример. И здесь я увидел уже другую конструкцию. Я не знаю, надо еще раз написать, наверное, разборщику, почему он как бы странно. То есть он прописал только вот эту вот часть. Типа, мол, догадайся сам, что тебе нужно вот добавить темплейт там или какую-то конструкцию для вывода, да. То есть этот тег, он реально закрывается. И что мы будем делать с этим? Мы подключим его для нашего вывода слов. Мы уже не будем делать each в нашем handlebars, а мы воспользуемся просто этим sortable. Давайте просто скопируем эту вещь. Я часто так делаю. Все нормально. Так. Сюда так делаю. Проверено. Так. Опять же идем в наш playground. Смотрим, где мы отображали наши слова. И здесь сначала я делаю обычно так, да. Мы смотрим, какие items. И это у нас будут words. Почему с маленькой буквы я не… А, дело в том, что он берет не коллекцию, а helper. То есть мы прописали этот words. Помните, да? Helper. Helper words мы прописали. Он нам возвращает активные слова. И поэтому здесь мы будем выводить items. Мы говорим, я хочу вывести в этом списке слова, чтобы я мог их сортировать, да. Анимация. Я не знаю, как бы не заметил разницы, да. Но давайте оставим. Handle нам не нужен. Handle – это такая штука, за которую… Мы можем, допустим, обозначить какой-то значок, за который мы сможем тягать конкретно эти слова, да. Но мы будем тягать их за все, что можно. Даже ghost-класс – это класс, который добавляется к нашему диву, где содержится слово, когда мы начинаем его тянуть. То есть ghost, потому что этот… Да, он будет как бы выглядеть так еще прозрачно. Призрачно-прозрачно. И сюда мы должны вставить опции. Ну, наши настройки, да. Мы назовем их words, options. И они выглядят следующим образом. Мы опять идем сюда. Ну, зачем запоминать сюда? Мы идем сюда, смотрим, как оно прописано здесь. Допустим, здесь были types, options. Sort field идет по умолчанию, поэтому его можно не указывать, да. Если мы какой-то другой key хотим поставить, то мы можем указать. Но нас интересует здесь вот эта вещь. Group и вот такие вещи, как putc и так далее. И sort false, да. То есть мы берем эту вещь, копируем. Опять же, это идет просто как объект. И мы его прописываем тоже там же у нас в helper, где мы прописывали наши слова. И мы как их назвали? Words, options. Мы будем к ним обращаться вот здесь, да. И они, по-моему, у нас вот такие. Но, по-моему, у меня был какой-то глюк. И, наверное, это тоже надо запушить ему. Ну, в смысле, отдать разработчику, сказать об этом. По-моему, я даже сделал pull request. Ладно. Короче, какой-то pull request сделал, но не знаю, поэтому или нет. И здесь тоже нужна функция. Ну, во всяком случае, мне понадобилась функция. То есть он должен быть как обычный helper, а не просто там объект, да. Так. Сюда я ничего не добавляю, а просто он мне return объект. Return. И вот то, что я вот уже скопировал, да. Что-то я тут странное скопировал. Что-то очень странное. Наверное, потому что я невров смотрел, да. Невров. Ладно, скопирую все это дело. И он мне, получается, вот должен вернуть… А, это я вообще туплю. Неимоверно, вроде бы. Потому что… Чего это вообще происходит? Да, вот это происходит. Да, я как-то вообще растерялся. В общем, он нам должен возвращать объект, на самом деле. Потому что… потому что… Та, должен возвращать объект, в котором группа в том числе. То есть, вот он у нас закрылся. но это у нас функция. Тоже все закрыто, все красиво. Что вот этот sort false дает? Такой у него вариант, то есть нельзя сортировать внутри. То есть можно как бы вытягивать слова из этого списка, но нельзя их как бы там сортировать. Потому что зачем это нам? Вот нам отдались слова, зачем нам сортировать их изначально? Мы будем их сортировать уже как бы когда мы будем приложение строить, правильно? В нашем инбоксе. Но ради интереса я пока уберу вот эту вещь. Ну ради. Закомментируем. Что он нам говорит? Когда мы тянем, мы клонируем. То есть мы реально не переносим само слово, а мы создаем клон и его переносим, но нам это тоже не нужно. Имя группы мы делаем для того, чтобы мы могли связать два списка. То есть эти списки мы делаем в группу. У нас будет список, где будет коллекция inbox и список words. Мы сейчас работаем со списком words, но мы хотим потом его связать с тем списком, куда мы будем скидывать слова. Он у нас будет называться inbox. Поэтому мы назовем, не знаю, просто game. и здесь же давайте сразу, чтобы не отвлекаться туда-сюда, сделаем то же самое только для нашего инбокса. Назовем, допустим, words inbox. И мы будем брать их из нашего инбокса также. Здесь нам не нужен этот запрос active true, потому что мы будем их и так, и так вытягивать. Будем вытягивать только активные в этот инбокс. Поэтому просто находим все. Хотя давайте, наверное, сделаем для большей точности. Так и оставим. И words inbox options. Здесь у нас будет примерно то же самое, только у нас будет put true, потому что мы хотим, чтобы мы могли опускать их туда. Название группы у нас такое же. И давайте, наверное, уберем. Здесь нельзя сортировка, чтобы была. А здесь у нас, возможно, сортировка. Потому что даже если мы перетянем слова, нам нужно их сделать, выстроить какой-то порядок. И в дальнейшем мы уже будем проверять, совпадают ли они с предложением или нет. Таким образом мы сейчас можем вывести, мало того, что список слов, так еще подгрузить возможность перетягивания слов в этот список, список inbox. У нас есть, получается, helper, который будет выводить то, что у нас находится в коллекции inbox, то, что мы перетянем. Потому что тут какая фишка. Когда мы перетягиваем слово из words, оно удаляется из этой коллекции. И оно уже становится айтемом inbox. То есть понятно, да? Мы перетягиваем, удаляем реально ее. То есть мы реально физически перетягиваем. Вот. Переносим. Так, здесь мы все разобрали. Ну и теперь мы можем вывести это дело. Опять идем в наш playground. Здесь мы указываем words options. Но мы должны еще заменить то, что мы тут уже наделали. Здесь у нас будет, наверное, тоже мы сделаем name просто. Вроде так должно работать. И теперь мы можем, в принципе, еще вот так сделать. Да, на самом деле. Таким образом мы можем менять презентацию отображения наших слов. Потому что здесь у нас, видите, класс, красивый и так далее. И от этого мы можем избавиться. То есть sortable, он как бы в себя вмещает функционал, в том числе вот этот вот each. То есть он итерирует. И теперь мы возьмем то же самое, но мы теперь выведем это. Тут даже у меня написано то же самое. Только для составления предложений. Окей. Здесь немножко другой стиль, но суть такая же. Уже мы немножко поставим стиль другого цвета. Будет у нас label. Здесь у нас будет то же самое, только здесь мы берем words inbox. Или было логичнее вообще назвать words… Да, ладно, пусть inbox. Неважно. Words inbox и опции тоже. Inbox options, по-моему, да? Или words inbox options, по-моему. Inbox. Words options, words inbox options. Так, все красиво. Здесь у нас тоже имя, потому что у нас как бы в коллекции inbox тоже слова, да, по сути. Мы это сделали, это пусть будет закомментировано, хотя это можно даже удалить уже. Ну и все, должно работать сейчас все. Сохраняем. Перезагружается наш сервер. Какая-то ошибка, опять unexpected token. Двоеточие 25-я строка в main.js. Что я здесь не то сделал? Запятую поставил. Ага. Понимаю, не закрыл, не закрыл функцию. Ага. Ясно. Так. Так. Звук этот. Еще. Так. Ребята, давайте исправляйте меня. Где я тут накосячил? Инбокс. А, инбокс. Да, я же копировал точно. Так. Ну этот же в принципе соответствует. А, он же закрывает все. Ясно. Это же объект внутри. Да, тут просто будет такая вещь. Спасибо. И теперь… Так, это у нас не то вообще. Видишь, у меня даже фавикон твой остался. Прилип. И здесь у нас ошибок нету в сервере, да? Что самое еще интересное, что мы получаем ошибки из сервера и можем через консоли их увидеть, да? И как у меня там было? Привет. Type error. Order is of undefined. Еще раз. Template instance. Collection. Find one. Та-та-та-та. Ребята, это и есть та штука, почему я сделал pull request. Короче, автор сделал так. Что? Если здесь нету ничего, то здесь должно появиться что-то. Типа… Я… Типа… Не знаю… Привидение. Ну, то есть, якобы слово должно здесь быть. То есть, вставьте сюда слово. Ну, то есть, знаете, для тупых. То есть, там был реально такой список, где было написано… Этот список пустой. Добавьте сюда что-нибудь. Ну, это было написано в item. Это не было написано просто отдельным текстом. Но здесь вот в этом коде такая фишка, что вот этот вот порядок, order, он считается на основании количества item. И то есть, здесь он ищет самый последний item с самым большим order и добавляет ему единицу. Но так как он не может найти у меня ни одного item, поэтому ему дает ошибку. Понимаете, да? То есть, разработчик задумал, что должен быть хотя бы один item в прием… В приемочном… В приемочном списке. Вот. Но у меня нет ни одного item. И поэтому он не может посчитать порядок. Он не может добавить единицу. Вот и все. В этом случае… Ну, я… Я подумал, я не буду бросать начатое там, искать другой плагин, да. Нужно его переделать. Я скопировал себе этот плагин. Переделал этот код. То есть, я сделал тут проверку. Как бы если есть один is, то тогда делай так. Если у нас есть один или более айтемов, тогда просто возьми, узнай, какой порядок у самого последнего айтема, добавь единицу. И вот этот новый порядок добавь в мой новый айтем, который я перетяну. Вот. А если нет ни одного айтема, то просто добавь order one. О, zero. Потому что там от нуля считается. И что делать в этом случае? Так как он, по-моему, еще не… Он точно не принял мой pull request, потому что он обновил бы уже плагин. Вот. И так как он не принял, то мне нужно обратиться к моему другому репозиторию и взять этот плагин и скопировать его локально, вставить себе. Ладно. Нам же потом нужно будет сравнивать с предложением, что предложение каждый раз… первое слово или какое-то там… и мы должны будем еще мешать эти слова. Сейчас мы как бы выводим их таким образом, а нам надо еще замешивать их. Вот. Получается, что мы можем у себя… Ну это тоже полезно знать, да, как это делается. Мы можем у себя здесь создавить папку packages, пакеты. Я просто, наверное, загружу zip. Не буду клонировать. Так, я возьму, получается, в этом пакете, этот пакет. Внутри здесь находятся все вот нужные файлы, да, этой библиотечки. И в том числе прописан файл package.js. Здесь прописана вся информация, там, что отдается, что берется. К чему я это говорю? А! К тому, что в этом package.js прописано название пакета. И Meteor он как делает? Если у нас… он проходит по списку пакетов, которые нам нужно добавить. И сначала он смотрит в папку packages. Если он там находит одноименный пакет, то он его использует из этой папки. Если он не находит, тогда он только его берет извне. То есть я сейчас просто его скопирую и вставлю в наш проект. Так. А, это не то. Это чутко. Борт был. Все. И теперь даже сервер, он сам поймет, что что-то не так, да. Он обновляет. Так. Билдит. Но у него какое-то обновление, видимо, было. Но вот этот баг он не исправил. Странно. Странно. Так. Кстати. Ради интереса посмотрю. Там мой pull request еще висит или нет. Ну да, здесь много их. Вот мой pull request. И всего я заменил… Вот такое дело, да. Что он как бы отталкивался, я сделал if. Чтобы проверить, есть тайтем или нет. И я не знаю, почему, как бы, ну такой простой pull request, он еще не замерзжил его, я не знаю. Так. Окей. Да, мы его загрузили, обновили. И теперь должно все работать. Да. Все перетягивается. И теперь, если мы посмотрим нашу консоль и посмотрим, какие слова у нас есть. Вот эти слова, мир, TD, они должны удалиться из words и добавиться в inbox. Да, у нас действительно здесь два объекта. Мир и TD. И в словах у нас должно стать say. Это такое ручное тестирование, да. К сожалению, у нас здесь… Мы раньше еще, по-моему, добавляли слова, да. Мы, вы, да, помню эти слова. Самые первые. Вот. И по идее мы сейчас составили это предложение, и мы можем сверить правильность этого предложения с тем предложением, которое мы отдавали. Каким образом это делается, мы запрашиваем из базы все слова, которые активны из нашего inbox. Вот. То есть мы берем слова, которые мы вставили. Мы их складываем, соединяем в предложения, разделяя пробелами. И потом просто сравниваем наше предложение, которое есть в базе, которую мы отдавали, которая была активная, с тем, что мы соединили. Очень просто. И чтобы это было визуально, можно было проверять в том числе, мы можем в этом статусе выводить состояние. Допустим, я, когда делал проект, было три состояния. Первое – это когда было написано «перетяните все слова», потому что не все слова были перетянуты из верхнего поля. Второе состояние – порядок слов неправильный, неверный. И третье состояние – это когда все классно, совпадает, да. Вот. Мы достигли того. Но если мы сейчас введем новое предложение, то что мы получим? Эти слова из инбокса, они не удалились. Печально. Но мы можем это сделать в нашем шаблоне в main.js. Можем это сделать здесь в ивентах. И мы скажем, когда мы добавляем новое предложение, чтобы все слова из инбокса и из words, они все удалились. Таким образом, слова еще удалятся, они не будут отображаться на нашем сайте. Давайте это сделаем. Значит, мы сейчас проверим. Sentence, brand default. И мы сейчас… Мы берем предложение, которое было до этого. И оно у нас будет только одно постоянно. У нас постоянно будет только одно активное предложение. Поэтому мы можем очень легко его взять из базы. Делается это так. Sentence, find… В этом случае мы делаем find one, потому что нам нужно одно предложение, нам незачем. То есть этот find one, он работает как fetch. Он не будет возвращать нам курсор, потому что мы не хотим отслеживать изменения базы. А он вернет нам просто объект предложения и все. Find one. И мы ищем какое предложение? Active true. Значит, мы получаем этим запросом объект нашего предложения. И что нам из него нужно взять? Нам из него нужно взять… Нам из него нужно взять… Сейчас вспомню, что нам нужно взять из него. Нам нужно получить его ID. Получается ID таким образом. То есть это уникальное значение, уникальный номер нашего предложения. Потому что мы получили объект. Объект вернулся за счет find one. И вернули ID. Отлично. Теперь… Мы уже сейчас будем заканчивать. Теперь мы должны найти те слова, у которых было sentence ID равно этому ID. Для этого нам нужно было бы в словах добавлять такую вещь. Почему я это не делал заранее? Потому что у нас не было надобности. Да? Sentence ID. Sentence ID. Sentence ID у нас здесь будет. Sentence ID. Мы сюда будем вставлять тоже sentence ID, но нового предложения. А ID нового предложения мы можем… будем брать отсюда. Var… Как я вам говорил раньше, да? Var ID равно добавление. Когда мы добавляем что-то в базу, нам возвращается ID. Поэтому мы сразу сохраняем ее в переменную. И можем потом добавить здесь… А? Что? Ты о чем? Ага. Sentence. Спасибо. Так. Значит, мы взяли эту ID. Мы представим, что у нас в базе в словах уже есть sentence ID. И теперь мы хотим найти слова. Words from previous sentence. Блин. Sentence. И мы, получается, делаем запрос в базу опять. Find. Active true. True. И sentence ID. У нас будет этот previous sentence ID. То есть мы находим в базе все слова с этой ID. В принципе, мы могли бы просто взять active true, потому что, в принципе, у нас только определенное количество слов будет постоянно active, а это и есть предыдущие слова. Но мы сделаем дополнительную проверку. И то же самое мы можем сделать с Inbox, previous Inbox, потому что мы тоже его хотим очистить. И мы такую же абсолютно конструкцию делаем только уже для Inbox. И теперь мы это дело все удаляем. Но мы можем сделать это через итерацию, подставляя ID этих слов, но это мы можем сделать пока, пока у нас есть права. Если же мы уберем… В общем, я вам скажу так, что удаление лучше делать через методы. То есть чтобы это удаление исполнялось на сервере. Все абсолютно исполнять на клиенте – это не есть окей. Все уходит. Так. Окей, мы сейчас закончим на то, что мы просто удалим все слова, да? Это была наша цель. На самом деле мы сделали процентов 20 из того, что я хотел, ну ладно. Папку? Папку? А, сейчас. Это то, что мы добавили. Помнишь, я скачивал? Вот этот вот Sortable. Поэтому он у нас взялся отсюда. Он у нас не взялся извне, а взялся из локалки. Там есть у меня тоже Packages Sortable. Ты в каком GitHub смотрел? В моем? Там WordDrop, да? Не в том, что я указывал на листике, а другой там у меня. Посмотри, вот зайди в мой профиль, там последнее действие. LastActivity. И там есть репозиторий не Wordable, а WordDrop. И вот там возьми Packages. Так, давайте закончим и отпустим вас. Each. Нам нужно удалить что? Предложение мы, наверное, удалять не будем, потому что мы будем его использовать далее. А вот слова и inbox нам точно не нужны. И мы берем эти слова и потом так же красиво через функцию это все дело удаляем. WordRemove. Но мы для удаления должны поставить сюда id. То есть мы берем word.id. Все, теперь они через цикл у нас все удалятся. Потому что мы не можем сделать, допустим, word remove и через запятую id так не прокатить. То же самое мы делаем и с previous inbox. Так, как у меня называлось previous inbox? А? От words. Просто мы когда перетягиваем… А, извиняюсь, да. Спасибо. То есть они как бы структурой не отличаются никак. Так. Inbox. Word. Точнее, ну пусть это будет word, да. И тоже. Inbox. И чтобы у нас в дальнейшем это предложение не было active, мы сделаем его не active. Sentence. Я сейчас показываю вам, как делать update. Sentences. Update. Update. И здесь мы ставим нашу id. И теперь мы указываем, что делать с этим предложением. Но мы не можем написать просто так вот. Active false. Тогда мы просто перезапишем значение нашего объекта полностью. То есть у нас уже не будет текст, у нас не будет всех кеев нормальных. У нас останется в этом объекте только active false и все. Да. То есть мы просто уничтожим наше предложение. Поэтому нам нужно указать, что мы хотим заменить только этот кей. То есть только этот ключ. У меня привычка плохая. Говорю кей, кей. На самом деле кей надо говорить. Так. Set. Мы говорим, что измени мне только этот ключ. Все. И теперь наше предложение становится active false. И здесь оно уже не будет у нас находиться при каждом добавлении. Да. Хорошо. Вроде все. Теперь мы после этого берем это. Sentence search. Ставим active true. У предложения. У слов тоже ставим active true. И добавляем айдишку нашего предложения. Все, по-моему, красиво. Давайте проверим. Только перед этим я хочу сделать meteor reset. Это такая штука, которая удаляет все данные из базы. Чтобы остановить сервер, нажимаем ctrl-c. Как обычно, чтобы остановить какой-то процесс. И пишем такую команду meteor reset. Все. Удалились все данные абсолютно все из базы. Даже пользователи удалились, которых нет. И сразу вам еще покажу команду meteor mongo. Это примерно то же самое, как мы, что мы делали через консоль. Тоже добавляли какие-то айтемы. Но мы можем делать это со стороны сервера. Specify site name. А, ясно. Проблема в том, что если мы хотим загрузить, сделать запросы к нашей базе с сервера, нам нужно, чтобы наш проект тоже работал. Поэтому в одной консоли мы запускаем проект. Meteor. А в другой уже запускаем… Я закрою. Здесь запускаем meteor mongo. Connect field. Он у нас загрузился вообще? Нет, еще не загрузился. Вот мы видим, что mongo запустилась. Тогда мы уже можем обращаться к нему. И здесь мы могли сделать то же самое. Допустим, db sentences remove. И здесь мы можем уже красиво делать так вот all. Все. Все удали мне, пожалуйста. И то же самое мы можем сделать… Ну, короче, у нас так все удалено, но вы поняли суть. Так. Мы возвращаемся. И теперь у нас какие-то потери с сокетами. Но такое бывает. Просто мы загружаем страницу. Я надеюсь. Navigated. Почему я туда навигируюсь? Непонятно. Подожди. Research — это что? Fuck off. Да, я, наверное, не тот проект запустил. Да нет, тот. Давайте разбираться. У вас тоже такая ошибка или нет? Кстати, так. Миссер в конкурсе. Галочка. Чего? Галочка. Галочка. А. Спасибо. Не знал об этом, кстати. Так. Окей. У нас сейчас должна быть голая база. И мы вводим наше предложение. Cannot repropriety. Опять ему что-то не нравится. А, так как у нас нет предложения, поэтому мы должны проверить, у нас есть общее предложение или нет. То есть вот эту вот операцию с удалением мы должны проводить только в случае, если у нас есть общее active предложение. Если у нас вообще есть предложение. Поэтому мы можем проверку сделать. If sentences next to я скопирую просто вот это дело. Если у нас есть предложение активное или вообще какое-то, то, пожалуйста, сделай всю вот эту вот штуку по очистке. Так. Правильно все сделал, да? Да. А? Точку запятую надо, да. Все. Супер. Так. И теперь, если мы введем новое предложение. ID в 0 опять. Потому что у нас нет слов. У нас нет активных слов. Так, секунду. Значит, я взял вот эти вот вещи. А, нет. Получается, я это пропускаю. Я иду сюда. Добавил предложение. Оно активное. А. Подожди. А, он все еще здесь. Почему он здесь, ребята? Мистика. Он возвращает все равно именно объект и все. Где-то какая-то, короче, нелепая ошибка. Давай продобажим. Find1 возвращает объект. А find… Нет, ты тут понимаешь, тут… А, ну да, согласен. Но он же не должен заходить сюда, у нас же нет актива, правильно? А, да, у нас был актив. Окей, спасибо. Спасибо. Так, везде fetch'и проставил. Теперь должно уже нормально удаляться. Теперь это все добро должно перетягиваться без ошибок. Да. И следующим шагом… Я уже, наверное, не буду ничего делать, да. Следующим шагом можно просто взять текущее предложение из базы. То есть мы запрашиваем active true. И мы можем сделать сравнение в нашем JavaScript, соответствует ли вот наше это составленное предложение. То есть мы буквально берем inbox find active true, fetch. Мы берем этот массив слов, потом соединяем их через join, да, как массив соединяется. И потом берем из базы sentences find one active true. То есть мы берем текущее предложение, берем текущие слова в inbox, связываем их и сравниваем. Если у нас оно равно, значит, мы выводим окей, ты составил правильно. Понятно, да? Но уже у нас много времени, поэтому мы на этом закончим. Одно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Казахстан Добро пожаловать в 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 Казахстан